Привет. Привет. Моя голову видно. Так, сейчас я настрою немного здесь. Как дела? Да ничего, я тут начала готовиться к эфиру и, короче, уронила свои краски, они все рассыпались, и только что я их собирала с пола. Ну, бывает. Я тут тоже, да, тебя нормально слышно, а меня? Тоже. Ладно. Так, вроде видно. Ладно, сейчас. Я хочу еще, знаешь, что я попробую включить, чтобы видеть комментарии на компьютере, чтобы если что-то читать. Хорошо, а то у меня телефон высоко. У меня тоже. Вот я об этом уже. Так, я открою тоже. И привет всем, кто уже присоединился. Так. Без звуков, да. Все нормально. Блин, рассыпались две охры, я теперь не знаю, какая из них светлая, какая темная, тут непонятно. Ну, да, да, они очень похожие. При этом там есть еще один цвет, сена светлая, сена натуральная, они тоже очень похожие. Ничего, собрала? Да. Теперь можно все стирать. Мне кажется, моя голова может появляться иногда в кадре. Думаю, что моя тоже будет. Да. Вообще удивляюсь художникам, которые рисуют вот так виду, когда вид сверху, потому что, не знаю, я все время как крючок сижу над рисунком. А, ну да, это да. Ну, я имею в виду, когда горизонтально на столе работаю, то да. Все, примеряюсь нормально, не видно. Мне кажется, да, нормально. У тебя хлопковая бумага? Да. Ну, я взяла этот альбом, который, Арш, да, кажется, он называется на русском. Здесь его называют Арчес. Ну, как я поняла, во всем мире Арш. И, в принципе, он хорошая бумага, считается одной из самых лучших, и которая имеет самую длинную историю. Но я еще заметила, и также слышала мнение других художников-апореллистов, что если ты когда темные части на живописи делаешь, и как-то много слоев, то оно как-то немного затемняется. И они предпочитают типа Сандерс, другая бумага английская есть. Я не пробовала еще. То есть становится темнее, чем они хотели бы? Да, как-то типа сильно затемняется в тенях. Да, я вот сейчас использую Баохонг-бумагу, вроде китайской, вот, и что-то я не пойму. Хлопкова, она через какое-то время, не знаю, выталкивает, что ли, краску, потому что я наношу темные цвета, а они становятся со светлыми разводами. Да, иногда вот бывает. Я тоже слышала, что некоторые говорят, что хлопковая бумага обычно высветляет, в отличие от целлюлоза. Да, гениально, а это референс не отрывает. Она вот, она у меня здесь есть. То есть она выдерживает большое количество лисеровок? Оно, да, выдерживает большое количество лисеровок, но цвета при высыхании немного, типа, светлей. Обычно. Но вот на арше я заметила тоже, что когда я делаю много слоев, то оно как-то немного могу как будто пережарить. Ну, я понимаю, что это тоже зависит от того, если я, допустим, начну более часто ее использовать и пойму, как на ней работать, тогда у меня пойдет уже более... А, да, здесь не надо затемнять, потому что она, краска будет работать так. Но, как бы, я привыкла работать на другой бумаге, которая называется Сезанна от этого Хана Мюли. Не знаю, слышала, нет? У меня не очень хорошо с названиями, я больше визуально. Ну, короче, она Сезанна называется. Это тоже 300 грамм и 100% хлопок. Но она, как бы, хотя на ней есть эффект немного какие-то сперва, первый раз, когда работаешь, какие-то точки такие в текстуре появляются. Думаешь, что за фигня, потом, как бы, когда работаешь больше, понимаешь, как оно не должно появляться. Как делать, чтобы не появлялось. Но, как бы, это... В принципе, она хорошая, мне нравится. Она позволяет смывать, очень мне нравится, когда, если что-то не так, можно смыть и исправить. А ты работаешь по-мокрому или по-сухому? Я, в принципе, работаю по-сухому. И здесь, я думаю, наверное, я буду делать по-сухому. Сперва начиная со светлых частей. И потом уже делая тени и все остальное, детали, да? То есть, я думаю, наверное, я с этих желтых пятен начну на лице. Ты анализировала предварительно референс? Ну, пока рисовала, да, думала, с чего начать, с чего начать. Потому что, как бы, она не такой, это стандартный вариант, когда ты кожу рисуешь, там, розовый... Ну, не розовый, а красный, сохрый, ультермарин, а более какие-то другие цвета, да? И я так смотрю, думаю, главное, чтобы не сделать сильно, чтобы грязно смотрелось, допустим, вот, именно в тенях. Все-таки, чтобы была немного нежности кожи. Ну, посмотрим, как получится. У тебя рефер на компьютере открыт? Да. Прям как раз, где мы рисуем. То есть, я не вижу, что мы рисуем, но я вижу комментарии, если что. Угу. Хорошо. Ну, я обычно всегда по... по фото на компьютере рисую. Ну, как бы, до этого тоже у меня был таблет, я по таблету рисовала, было удобно. Угу. А ты? У меня тоже сейчас на компьютере, но иногда с планшета. То есть, там, не настолько большой, не настолько маленький экран, удобно. Да. У тебя там сейчас, можно сказать, утро? Ну, обед. Типа, обед. Ну, в моем понимании, немного утра, но хотя я сегодня как-то, хоть и поставила, проснула все, типа, в 9.40, почему-то я проснулась в 8.40. Немного не очень поняла, при этом ложилась, думаю, как-то вообще-то мало времени, меньше, чем 5 часов остается до того, чтобы встать надо. А проснулась раньше и даже удивилась. У меня наоборот, поставила себе будильник на 8.10, а проснулась в 9.30. Ну, бывает, да. Ну, у меня бывает иногда, да, что я проснулась как-то не это... Не по времени вообще не услышу будильник, и смотрю, он АКСу звонил, и я думаю, как он на это вообще выключился, и я даже не заметила. Да, бывает. А я вот тоже, не знаю, по мокрому сейчас, ну, намочу, точнее, весь лист, оно как распечется. Не, ну, в принципе, вот эти пятна можно и по мокрому, да, делать, но я думаю, ладно, я попробую по-сухому делать, посмотрим, что будет. И пока делаю просто светлые. Самое светлое, то, что я вижу, немного как бы играю с этими желтыми, которые у меня здесь есть. И при этом, как всегда, по привычке, вообще бумагу имею здесь, чтобы кисти отжимать, да, но привычка есть выхватать кисти, это и отжимать рукой, потом рука вся грязная. Один раз, знаешь, какой прикол был, это я писала, и писала, как раз-таки, какой-то портрет, там был фон красный, и я писала эту красную часть. Так рука вся была в красной краске, и тут соседи звонят. Я открываю дверь, они на меня смотрят, у меня рука вся в красной краске, я клубнику, клубнику, я уже не помню, что сказать, а вот в крови вы. Это они продают, что ли? Не-не-не-не, я имею, соседи позвонили, я открыла дверь, у меня рука вся в красной краске. И я объясняю, типа, они, это клубника, типа, потому что меня посмотрели так, это как бы голоса квадратные. Убиваешь кого-нибудь. Да-да-да. Застукали. У них там, наверное, уже вся жизнь перед глазами пробежала. Да-да, подумали, зачем мы пришли. У меня сейчас пятнадцать минут, девятого вечера стемнело где-то часов в шесть. В Москве вообще от времени года меняется, да, закат, рассвет. Ну, летом бывает в одиннадцать часов вечера еще светло, а сейчас в шесть уже темно. Когда я жила в Ташкенте, там тоже было, типа, девять, там это, по-моему, девять было самое позднее, когда солнце уходило летом. А в Питере, ну, естественно, там это белые ночи, да? А здесь мне было так странно, то, что разница между зимой и летом, это всего лишь, ну, какие-то полчаса, сорок минут, там, наверное, ну, может, час максимум. То есть всегда в шесть встает, в шесть уходит, типа, так, там, пять с чем-то летом, а, как бы, в принципе, примерно одно и то же. И то есть с лета у тебя двенадцать часов, с шести до шести примерно так. Блин, это здорово, потому что тут-то мало дневного света, особенно когда есть основная работа, зимой вообще-то сюда нет дневной света. Да, да, это да. Но сперва было непривычно, я думаю, а как так вот? Почему так хорошо? Да, странно. Вот еще знаешь, какой прикол есть, вот то, что меня немного так удивляет всегда, когда Луна, ну, как месяцем висит на небе, она висит, короче говоря, как это сказать, как лодочкой, то есть как бы горизонтально. Вот так вот, да? И ты смотришь, ну, у нас обычно вот так, да, буква С или Р, там, да, а ты даже не понимаешь, это С или Р, это, оно вот так. Я думаю, почему оно так? Как бы для меня непривычно иметь Луну в таком положении лежа. Угу. У нас последние несколько дней какая-то она прям красная, багровая была. А, да, бывает. Ты сразу набираешь насыщенные цвета или сперва посверднее, потом накладываешь? Да, иногда так, ну, допустим, сейчас я делаю, оно более ярче, но там как бы в этом месте вообще тимфиолетовое. Угу. Ну, да, здесь можно сразу делать что-то, это, копаться. Угу. Ну, допустим, кожу, если это вот хлопковая бумага или какая-то бумага, которая поддерживает много слоев, то там я делаю много слоев. Угу. Я тут недавно видео какого-то китайского художника смотрела на Ютубе, вот, и он рисовал портрет, и какое-то немеренное просто количество слоев накладывал на бумагу, я такая посмотрела на свою бумагу, на вот это, и поняла, что, ну, моя, ну, просто не выдержит такое. Это случайно мальчика звали Никки Локфлоп? Не знаю, там были иероглифы. А, ну, иероглифы, да, нет, это какой-то пацан с Австралией, что ли он, но он какой-то азиат, который живет в Австралии, да? И причем я всегда думала, это девочка, и он просто выруковал видео, и потом как-то раз загрузил видео такое на Ютубе, и там было так, короче говоря, девчонка стоит, «Привет, я на самом деле Никки Локфлоп, и хочу с вами познакомиться и показать вам себя». А потом вдруг раз эта девочка хлопает в ладоши и говорит, «Нет, на самом деле я сестра его или подружка, а он это мальчик». То есть, и там пацан приезжается, и я думаю, «Чего, он пацан-то у меня подружка?» Смог удивить. Да. Это главное. А ты выкладываешь что-то на Ютуб? Вообще да, но я хочу делать более видео разговорные, потому что я делаю те же видео, что я выкладываю обычные процессы, которые я выкладываю на Инстаграме или Фейсбуке раньше, и сейчас как-то подумаю, как-то... Ну, я стараюсь, делаю, а там в реальности активности нет. Я поэтому думаю, делать немного разного типа контента для Фейсбука, для Инстаграма и для Ютуба. Потому что как бы... Ну, иначе людям нет смысла идти туда, если они могут увидеть это здесь. Да-да, логично. А ты? Нет, я пока собираюсь с мыслями. Ну, я давно... Это у меня такая, с очень до внешнего времени, и я очень редко как бы публикую что-то такое именно конкретно для Ютуба. Ну, я вот тоже как раз разумышляла по поводу того, что где что нужно публиковать. Думала, например, делать одинаковый контент на Фейсбуке и ВКонтакте, но ВКонтакте на русском языке, а на Фейсбуке на английском. Вот. И, ну, на Ютубе что-то, да, разговорное скорее. Ну, и, возможно, какие-то уроки. А в Инстаграме скорее анонсы этого всего. Потому что тут, ну, как бы... Еще тут ТикТок. Не очень удобная платформа. Инстаграм. Еще сейчас ТикТок привязывается, да, так это еще надо для ТикТока, что-то другое. Кстати, мне нравится, что там аудитория легко очень собирается. Ну, то есть, если видео собирается. Да, в принципе, некоторые вещи я тоже заметила. Там как-то оно раз, так и хоп, и зашло. Угу. Это здорово, потому что, например, ты здесь в Инстаграме корячишься-корячишься, и тебе, типа... Да. Два года прошло, фигушки. Ну, да, допустим, я иногда могу сделать такой-нибудь видео, которое лучше смотрится вертикально. Ой, горизонтально, извиняюсь. И я думаю, ну, тогда ладно, я его тогда сделаю подлиннее, чтобы оно было, это как ИГТВ опубликовать, для того, чтобы можно было телефон повернуть и смотреть на весь экран. Угу. А, допустим, если это какое-нибудь видео, которое я делаю какое-нибудь такое, какой-то подтекстом, как рекламу, допустим, или работы, или там продажи работ, и тогда на ИГТВ ты не можешь делать рекламу. Ну, то есть ты вот это ИГТВ видео опубликуешь, ты не можешь это спонсорить, сделать как рекламу на платную на Инстаграме. Как на обычные посты. Да, у них какие-то есть... Ну, типа, сториз с ссылкой, с тагом тоже нельзя сделать промоушен. Да, это я сталкиваю уже. И так сидишь, думаешь, ничего... А, ну да, плоская, так, с текстом просто. Угу. Блин, сижу, я смотрю на этот реферинг и думаю, наборщить здесь чем-нибудь с цветом сразу или нет. Да, да. Запороть все сразу. Ну, в принципе, всегда есть выход из любой ситуации, даже несмотря на то, что это акварель, как это... К ней надо философски относиться, как в жизни использовать ошибки, как твои эти... Как это бенефицит, как на русском сказать. Блин, забыла слово. Ну, как то, что ты... Как то, что ты, типа, тебе... Ну, я не могу, я не могу слово подобрать. Не могу слово подобрать. Ну, как успех. Ну, не как успех, а как твои достижения. Типа, в этом всегда найти что-то положительное, то есть ты... Оно тебе что-то приносит, ты на этом учишься, и эта темка, короче. Использовать свою сторону, то есть... Оно тебе так, а ты нет, мне нравится, так тоже. Ну, имею в виду живопись. Акварель. Что еще раз? Имею в виду живопись, акварель. Оно тебе так, а ты нет. Мне тоже, наверное, нормально. Ну, я пока пытаюсь примириться с этим вот. Вот этим подходом. Не очень легко получается. Я хочу сделать светлые пятна, а потом посмотреть, что будет. Я хочу посмотреть, что ты делаешь, что же. Не вижу. Я просто экран себе сделаю меньше, чтобы не видеть это вот так, полукрана, полукрана. Да, теперь вижу. А, ну ты с руки начинала. Я руку подумаю, может быть, я ее, типа, как это, намечу. Я хочу просто сделать, чтобы что-то было видно по центру, а то, как бы, постепенную вещь, может, пока оставлю. Типа не делать на ней акцентов? Ну, имею в виду в том плане то, что вдруг времени не хватит, и... Чтобы сделать... Хотя бы будет лицо, да? Да-да-да, хотя бы в лицо, хотя бы в лицо. Но я вообще, как бы, помню, я тебе как-то комментировала или кому-то другому про то, что принцип чаще всего использую, как, по-моему, в школе учитель говорил, это называется принцип квоздика, когда ты всегда фокусируешься на самом основном изначально. То есть на каждом моменте работы, этапе работы, оно смотрится закончено. Ну, то есть в портрете там, на что смотришь? Первое, то, что тебя ловит, это глаза там, губы, нос потом, да, уже? Нос, например, третий, знаешь, ты замечаешь. А как бы... И поэтому оно, как бы, если будет уже более-менее сделано, то, кажется, можно и оставить и так, типа, твоя задумка автора была, не прописывать все. Хороший подход. Я как-то не подумала об этом. Не, ну я руку, думаю, я тоже ее косну все-таки сейчас, эти светлые пятны, на ней просто я себе увеличила фото и смотрела как на лицо. Как у вас сейчас погода? Я, кстати, забыла, снег бывает в Лиме? Нет, нету, снега нету. Здесь снега нету, здесь, в принципе, как сказать, дождя нету, но последние годы как-то он стал появляться, но не такой, как вот дождь ливень, да, капает. А до этого, как бы, в принципе, не было такого понятия, как дождь, капающий в Лиме. Просто густой туман, мелкие-мелкие капники летают, и тебя мочат, но это... Нету капающего. А сейчас как бы появился капающий, но не такой, как бы он какой-то немного медленный, да? Такой спокойный, типа. Ну, тоже парень, когда идёт. В принципе, его смотреть, это со стороны приятнее, чем под ним находиться. Хотя нет, хотя есть люди, которым нравится. Наверное, это была бы я. Хотя, а при этом влажно? Да, влажно. когда-то не ехать. Летом, ну, бывает даже летом, это дождь, да, но он, это, немного жарко, как бы, типа, в сауне находишься, и что-то тебя мочит, да? А зимой это влажно и очень сыро, как бы, от этого холодно. Здесь, допустим, зимой температура, я не помню, по-моему, 12-9 градусов, по-моему, самая низкая, мне кажется, ну, в плюсе, и когда ты на улицу выходишь, тебе, в принципе, не холодно, потому что ты идешь, да, двигаешься, а вот если придешь домой, сядешь, и как-то начинает тебя морозить, просто как бы холодно, действительно, там думаешь, блин, это еще мороз, что ли, но это же не мороз, да, ну, как бы, у нас действительно холодно. Ну, там же не топит у вас, да? Не, не топит. Ну, каждый сам, типа, покупает себе что-то, какое-то отопление делает, или не делает, или закаливается, типа. Закаливается, это жестко. Кстати, я недавно рассказывала именно как раз своим местным друзьям, что есть такое понятие, и закаливаться, потому что мне сказали, не, ну, как русские такие сумасшедшие, они вот в реку могут прыгать со льдом, и это, я говорю, нет, это тема, называется закаливание, то есть ты сперва закаливаешься, холодной водой обливаешься, ну, так это постепенно, можешь контрастный душ делать, да, а потом, как бы, если что, ты можешь перейти в эту стадию моржевания, которая называется, и там нырять в прорубь. Это же сумасшествие, это же, это же такое. Ну, я как бы объясняла, они удивились, они не знали, что это для здоровья полезно, они думали, это просто сумасшедшие люди. Здесь нет такого понятия. Я согласна с моими друзьями, что это сумасшедшие люди. Я не знаю, как они это делают, потому что, ну, может им здоровье позволяют, но мне кажется, что с моим здоровьем это не прокатит. Мы как-то летом с тёдей окунули, не знаю, она, по-моему, залезла по поясу, а я просто чуть-чуть ступни пополоскала в воде, она была прям ледяной-ледяной. Ну, короче, я прям заболела в этот же день, тёте ничего. Ну, это надо, типа, это надо очень постепенно, то есть ты для той температуры, которая тебе кажется терпима для тела, и вот так вот, типа, каждый день пробовать, потом увеличивать норму. И тогда ты, типа, сможешь делать это, да? то есть способность кожи, терпимость, типа, да? Не, не знаю, не забыл. Привыкаемая, я поняла. Кожа привыкаемая. Ну, как бы, я делала контрастные души, и как-то я в тот год, когда, я обычно всегда болела, маленькая я была, а это я, как бы, нам посоветовали с лета начать закаливаться, и я пробовала вот это, именно как бы, контрастным душем, да? И я тот год не болела зимой. То есть у меня, как бы, кожа более стала такой, это, как бы, дубовой. Здорово. Ну, как бы, я, контрастный душ нормально, а вот, как бы, про прорубь я не думаю, что я, ну, хотя, ну, не знаю, не буду говорить, что никогда не буду делать этого, но, как бы, сейчас все не есть. Хотя я знала одного человека, который зимой, сосед, где мы жили, в Ташкенте, он, представляешь, температура была ниже нуля, там, я не знаю, минус 5, 10, 15, не знаю, что там было, да, и он был в майке, которая была без рукавов, то есть не футболка, а вот майечка, на улице, снег, типа, и он стоит, и я так, игра, вам не холодно? Не, я цикаленый. Я, когда в школу ходила, у нас тут тоже, не помню уже, парень это был или мужчина тогда, наверное, он мне казался очень взрослым. Да, мне тоже он казался очень взрослым. Он ходил тоже в футболке, с рюкзаком, постоянно зимой, то есть я там в шапке, свитере, куртке, буховике, сапогах зимних, а он вот так. но этот еще такой накачанный был, да, и как бы, я думаю, еще себе. Как люди умеют, как экономят на одежде, представляешь, как бы не надо покупать все это. есть свои плюсы. Так, ладно, глаз тоже трону, и в глазах, если бельки. Главное, белые не закрасить. А я решила фон сделать. А я немного фон коснулась, а потом чуть-чуть опять меня съехало на цвет, который был в коже. Короче, я уже привыкла, что у меня работа на первых этапах выглядит страшной. Ну, в принципе, на первых моментах, у меня тоже не спрашивается, что это суперски, как-то что-то, но первый момент может быть немного так, а потом начинается как-то что-то проявляться. Мне кажется, всегда это такой момент, знаешь, ой, я поначалу, я сделаю не тот цвет. Это такой момент, когда ты, я всегда это называю, это как немного ты пытаешься завоевать работу, найти с ней общий язык и опять я лечу в трубу. И потом, когда вы как бы начинаете говорить на одном языке, понимаете друг друга, то оно уже идет более плавно. Как бы всегда есть этот момент, когда ты хватаешь ее за хвост, я не знаю, это что называется, или просто начинаешь ее понимать. ты живешь с родителями и с семьей, да? Угу. Сестра, не знаю, слышно, орет. Я слышу, как-то. Я вначале думала, вот у меня соседи, они почему-то любят выходить, гулять с ребенком на площадке, и я не очень въезжаю в эту тему. Это даже несмотря на то, что до карантина тоже так было, и я думаю, почему бы не выйти погулять в парке, который здесь рядом, гуляют на площадке. При этом здесь на третьем этаже есть бассейн, но сейчас эту территорию не разрешают использовать. Там типа парень можно устраивать. Барбекю, есть спортзал, есть бассейн. И я думаю, почему бы туда не выйти с ребенком не погулять, вроде как более симпатично, чем ходить в темном подъезде с маленькими окнами. Причудо. Ну, вот такие. А сестринке сколько лет? М? Твоей сестре сколько лет? Будет в этом году пять. А, ну, я так. Я тоже говорю, попробуйте как бы не шуметь вечером, но это бесполезно. Я, в принципе, у меня сейчас котик вначале что-то принес. Ну, у меня один кот, ну, у меня два котла, один из них, который серый, он любит приносить какую-нибудь игрушку в зубах, и в этот момент идет и кричит. Типа, я принес, давайте играть. Завоеватель. Я когда заметила, у творческих людей часто бывает, это какие-нибудь домашние животные есть. Смечала такую тенденцию? Не обращала внимания, что это взаимосвязано. Да, но я вот замечаю, многие люди, которые какие-то более творческие, имеют каких-нибудь домашних животных. Может быть. Сейчас я так подумала, что, наверное, даже если биографии каких-нибудь почитать, там, типа, Пикассон тоже имел кого-то, Дали. И вот они вообще какие-то экстравагантные, да, были? Типа, какой-то не то леопард, не то что-то вроде этого животного. Что-то такое было. Какая-то дикая кошка. Ну, у него вообще мощный образ был, запоминающийся. Да, это да. Кстати, вот по вопросу, если какая-то книга меня, наверное, так более произвела впечатление, это как раз-таки когда я, мне было, наверное, 14 лет или 13 лет, я не помню уже, я читала книгу «Тайная жизнь Сальвадора и Далины», написана им самим, и мне как-то очень, знаешь, она как бы меня вдохновила, что всегда на все можно положить и делать то, что тебе нравится. Или скорее нужно. Да, 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 ну, как я поняла, что, да, вот это очень хороший, хороший такой принцип. А мы в музей, когда ходили, в музей Сальвадора и Дали, как это правильно называется, выставка, господи, музей, выставка, вот, и там как раз тоже была эта книга, но я пока еще не успела к ней приступить, вот, уже думала, стоит, не стоит, рекомендуешь? Ну, мне она понравилась, она такая, у него нестандартная, мне нет, там у него две книги, одна есть дневник одного гения, а другая вот «Тайная жизнь Сальвадора и Дали», написана им самим. Я читала обе, я вторую читала позже. Но мне понравилось, в принципе, ну, есть какие-то много моментов и странные, во второй, в первой, в принципе, многие вещи как-то так попозались интересными. Ну, по крайней мере, в тот момент жизни и сейчас то, что я запомнила, только детали, которые я помню, вот это мне нравится. что-то я ушла от руки вообще в другие места и забросила еще два пальца. Это вечная проблема, перескакивать. Ну, наверное, потому что здесь есть немного такое напряжение времени, то, что, знаешь, а тут время у нас это там не так много. В принципе, ладно, спокойно рисуем. Главное, вот знаешь, что самое главное? Главное наслаждаться процессом. Ну, вообще работа интересная, здорово, что ее выбрали все. Причем, меня удивило, как единогласно, что у тебя, что у меня ребята приходили к одному и тому же. Да, мне тоже показалось это очень интересно. То есть, у нас похожее по мировоззрению и по мнению публика. Ну, я ее сперва увидела, думала, она так ярко смотрится, наверное, вот тут мне нравится. Ну, когда я в первый момент выбирала, а потом, ну, нет, здесь много так всего есть, даже не знаю, что из этого всего выбрать. И потом уже даже не думала, что именно. А вчера, когда искала более большого качества, чтобы, потому что никак не могла увидеть старый глаз в тени, который передний, более сказать, я стала рисовать более крупного формата фото, и мне попалось многие люди, как ее рисовали по-другому. Ну, именно это диджитал, цифровая фотография, не, фотография, цифровая живопись, и потом там были акварель тоже была, но мне очень понравилось. Я цифровое видела, но больше похоже на, мне показалось, на обрисовку. Да, мне тоже показалось так, что это было поверху было сделано. Там прям один в один совершенно. да, да. Ты можешь глаза потрогать, а потом уже перейти на что-нибудь другое, чтобы было интереснее смотреться, ладно же. я как бы тоже иногда вот знаешь, как подхожу к работе, думаю, надо сделать самое основное, потому что все глаза, если они уже сделаны, да, как бы, то оно уже как бы, можно сказать, практически закончено. я понимаю, здесь еще много всего, но как бы, то есть основное у нее есть это душа, да, она уже с нами тут общается. Я обычно, когда рисую на заказ, начинаю с лица, потому что понимаю, что если как бы лицо будет не похоже, то остальное нет смысла рисовать просто. Время будет потрачено зря на все. Да, я в принципе тоже, если это акварель, стараюсь сделать лицо, потому что можно фон сделать хорошо, а там кистью падет или что-нибудь еще случится, и потом вдруг придется заново начинать, если невозможно смыть, то лучше, наверное, это сделать уже, и как бы, ну да, это уже готово. Масло я еще не брала ни разу на заказ, мне как-то стрёмно. А ты вот, кстати, я вот как раз один из вопросов, ты предпочитаешь, чтобы работа была на заказке, чтобы у тебя покупали то, что у тебя есть в наличии? Могу сказать, что, наверное, то, что я рисую сама, меньше мне приносит стресса, поэтому скорее уже готовой работать. Да, я знаю. Потому что, когда делаешь на заказ, ну... Это не твоя идея, в принципе. Ну, как бы, ты стараешься туда внести свою, но это... я на самом деле боюсь, что мне скажут, типа, что-то из серии «Что за говно?», хотя ни разу такого не было, я не знаю, почему я так этого опасаюсь, может, я у кого-то другого увидела там в комментариях или что-то такое, вот, но не знаю, у меня какая-то фобия. об этом нет, но я стараюсь чаще всего как-то переубедить клиента, чтобы пытаться делать работу в том, как бы, в том стиле и такого характера, который у меня, она кажется, более... Ну, типа, то, что подходит под то, что я обычно делаю. Ну, не то, что я обычно делаю, а то, что мне нравится делать, да, скажем так. А то потом смотришь и думаешь, вот, чего я взываю за это, да? Допустим, я один раз делала портрет, где было очень много людей, и я подумала, значит, что я согласилась делать эту толпу людей. И с этого момента я решила, что у меня условием будет, я никогда не делаю толпу людей, это вот сидим и тут это фотографируемся в семейные фото. Это я не делаю. И как бы, если мне говорят, мы хотим семейный портрет, я говорю, а давайте каждого отдельно, чтобы раскрыть характер, личность, там, и все такое. Ну, просто как бы один человек, это как-то смотрится более классические портреты, ну, можно как-то еще обыграть, более модерновые сделать, но когда это толпа людей, я сразу думаю, да, нет, я не хочу. Так. Мне надо поменять наушники, я сейчас пропаду немножечко. Хорошо, ладно, ждем. Я вернулась. я немного переживала, что у меня будет, думаю, я вообще обычно думала попробовать сделать такого плана видео, но всегда думала, нет, вдруг у меня интернет сосать будет. прямой эфир, ты имеешь в виду? Да, прямой эфир, я думаю, вдруг это не зайдет, там, что-нибудь будет, не грузится, потому что иногда я звоню, видео, звонками друзьям, как-то в какой-то момент может прерваться, да, вроде идет нормально, но я просто в тот раз уже даже померила, а сколько у меня вообще этот тест интернета, скорость, думаю, да не, нормально, че я парюсь, да? Вообще-то у меня тоже в комнате очень плохо ловит, слушаю, посмотри, пожалуйста, наш эфир, у тебя хорошо видно тебя? Сейчас я... У меня... Да... У меня почему-то кажется, что размыто. Давай, когда мы приостановим, то ты запустишь, а я подключусь к тебе. Хорошо. так у меня потолок показывает. Понятно. Не слышно? Да. Да, хорошо. Теперь как смотрится картинка? Да, отлично, видно все. А, хорошо. А у тебя? Да, мне видно. Я посмотрела, может быть, чуть-чуть опустить. Чуть-чуть опущу. вот так. вот мы говорили о заказах. О, мой котик пришел опять. Не, ну я тоже предпочитаю больше продавать именно то, что уже есть в наличии. А где ты выставляешься? Я выставляюсь, ну, то есть, когда... Либо меня, если приглашают на какие-нибудь выставки, либо, ну, типа, как коллективные. Я не знаю, на русском, по-моему, тоже коллективные, Или групповая выставка. Групповая, это звучит странно. Да? Да нет, нормально. И это... Или же, допустим, какой-нибудь проект, и если у меня есть идея, я предлагаю какому-нибудь другу, ну, знакомому, художнику, либо меня зовут участвовать. Потом, если есть какие-то ежегодные выставки, допустим, здесь такая выставка, как, как она называется, Ночи де арты, это Ночь искусства, типа, она, типа, 45 лет, у нее это срок, типа, там, что-то такое. Но в прошлом году, в связи с тем, что распустили конгресс, они решили отменить. Ну, а в этом году, в связи с тем, что сейчас происходит, да? это такая выставка, мне кажется, она по типу, как вот, арт-фест, я имею в виду, по параметру, как они приглашают, то есть, там есть, ты должен отправить работу, типа, как конкурс, да, и тебя выбирают. И есть еще художники, которые их именно приглашают. А тебя приглашают люди на тебя подписаны эти, или они как-то о тебе узнают? Ну, вот знаешь, как-то, вначале я думала, ну, как же я могу познакомиться с людьми, вот здесь, как бы, с миром искусства, да, у меня никого не было, и у моего бывшего мужа, у него тоже не было знакомых с миром искусства, и я все думала, как же это сделать, как, и думаю, надо на выставки ходить. Ну, пошла на выставку просто в галерею, естественно, людей нету, работы висят, да, интересно, как бы, я каких-то художников добавила на фейсбуке, ну, как бы, тоже как-то не то. Галеристов спрашиваешь, а вот, чтобы здесь выставляться, что нужно сделать, туда-сюда, ну, говорят, там, напишите, да, но ничего никто не отвечает, думаю, нет, это тухлый номер, так делать, да, я думаю, что делать, и решила пойти, сходить на инаугурацию, ну, сходила пару раз на инаугурацию, у меня толпа людей, я как бы немного, так это скромная, чтобы подойти и сказать, привет, я художник, тупо, да? А инаугурация, это что? Инагурация, ну, когда открытие выставки, открытие. Ну, и, короче, как-то, это толпа людей, но я думаю, да, этих я знаю, вот это художник, но я с ними никогда не общалась, тоже подойти, привет, я художник, ну, как-то, я не знаю, это не эмоций, в итоге я что-то стала делать, я стала делать фотографии из живописей, которые я вижу на выставках, ну, там, каких-нибудь людей, кого я знаю, и публиковаться и так, и отмечать на ходу. Люди стали заходить ко мне, и говорить, спасибо за фотографии, это, а, ты тоже художник? Ко мне, кстати. Да, да, на арт-лайфест, когда ходила, в том году тоже была работа других художников, но оттуда, по-моему, что-то не особо было, потому что они такие, мне кажется, довольно известные, видимо, им не до этого, на маленькую выставку сходили там такие начинающие, тоже скорее художники, и была ответная реакция в подписке, в ответ там, все такое. Ну, да, ну, вот я стала так, просто стала уже искать это, как-то, расписание выставок, когда где выставки, чтобы ходить и посещать, да, все. В итоге заметила, что нет никакого, типа, как агенда, агенда, на русском тоже? Как это? календарь, типа, арт-календаря, типа, нету, да, такого, где написано, когда что будет. Я думаю, а вот что бы не сделать такой сайт, и к тому же, ко мне уже начали заходить люди, когда пишут на мои фото, комментируют, Юля, ты в таких разных стилях работаешь, и скульптура, и фотография, я говорю, да это не мои работы все, там же подписаны, да, какого. Ну, я, короче, поняла, что мне это не тема делать все на своем профайле, надо делать, ну, или на странице. Надо сделать отдельную страницу, я сделала страницу, которая называлась Art in Lima, то есть искусство в Лиме. И, благодаря этому, я стала, как бы, ходить на выставки, на некоторые даже приватные ивенты, когда там, типа, только вход по, это, по приглашению, да, я подписываюсь, как будто я пресса. Ну, и, как бы, было как-то неплохо. Но потом оно, как бы, исчерпало себя в том плане, то, что я уже познакомилась со всеми, то есть меня стали замечать галеристы, меня стали замечать художники, и, как бы, замечать то, что я рисую, и приглашать в каких-то выставках участвовать, да. Ну, у тебя уже, да, интерес пропал? Ну, у меня интерес в том плане, то, что оно, как бы, сделало, в принципе, то, то, что оно, как бы оно исчерпало себя. То есть я познакомилась со всеми и продолжать просто так ходить и снимать. Вначале при этом я делала фотографии, потом я стала делать видео, потому что мне немного стало нудно делать фотографии. Я думаю, почему видео не попробую сделать. Но я и стала делать видео, но потом думаю, нет, это много-много времени занимает. И лучше фокусироваться на том, что я делаю сама. А у тебя никто не пытался перенять твою группу, например? Нет, в принципе, нет. Ну там как бы сразу много появилось других людей, которые стали создавать что-то похожее. Здесь очень тема такая, что вот это делать, надо тоже такое сделать. Ну да, да, да. В Инстаграме заметила тоже, ну я сперва видела одну группу с марафонами, которые проводятся. Я еще сперва два года назад как раз, когда увидела вот эту тему с марафонами, думаю, как вообще люди их находят, типа, либо они подписаны на всех этих художников, которые проводят, но это нереально. Вот. И так стало интересно. Думаю, надо как бы сделать такую группу. Было бы неплохо в Инстаграме, где ты можешь посмотреть, типа, понять, в чем ты хочешь, поучаствовать, в чем нет. Вот. Вот. И так и забила, короче, на это. Ну, надо было сделать. Вот. Потому что сейчас как раз вот где-то года пол, мне кажется, назад появилась такая группа. Сперва я видела ее в ВКонтакте, наверное, раньше намного. Вот. А потом появилась здесь, и сейчас я смотрю уже много таких сообществ. То есть они, да, действительно все под копирку. Ну, я тоже видела это с марафонами. Ну, оно прикольно вообще. Правда, я не решилась бы, имею в виду, проводить. Почему? Я прошу. Ну, как бы, не, в принципе, могла бы, да, но я иной раз могу думать, а вот сейчас 10 дней пройдет, а потом я скажу, да, я вообще не хочу. А видите, как бы, это, это как бы ответственность, да, как бы? Ну, да. А я все хотела провести, не знаю. Я, конечно, могу одна, но с единомышленниками легче. И как-то вот я не нашла никого, кто бы тоже хотел, с кем я это обсуждала. Они все открещивались, говорили, нет, нет. Ну, если вот, знаешь, как бы, если не очень длинный, нужно было бы попробовать. Потому что я сама тоже думала, думаю, у меня одна немного не очень как-то надо подумать, как-то сделать. Ну, и тему надо выбрать, которая будет интересна именно тебе, чтобы тебе не хотелось это бросить. Да. Я, на самом деле, сама не дошла, по-моему, еще ни один марафон до конца. Нет, один мужской батл. Прошла, но, правда, рисунки рисовала в последний день все. Вот у меня один раз такое было, когда я решилась делать, я просто видела, некоторые люди делали проекты, типа, 365, когда ты что-нибудь в течение 365 дней делаешь. Ну, я выбрала рисовать какой-нибудь набросок, да, в течение года. Но там было три, наверное, дня, когда я была не в Риме, и я потом вернулась и нарисовалась все в один день. Ну, так вот это вот. Но, в принципе, она была интересна, но я тогда это делала просто для себя, чисто смогу-не смогу, и столько на публику, сколько он для себя, да, и публиковала на Flickr, когда этот Flickr был. Он там все еще есть, но я просто его почти не смогу. Что такое Flickr? Flickr — это сайт, где фотографии, все фотографии решили ли вы, или публиковали в эти моменты. Потом появился 500 пикселей, и я стала там. Причем вот самое интересное, что у меня там не так уж и много фотографий, но я подписалась на то, чтобы у меня мои фотографии, которые хорошего разрешения, они доступны для GT Images, чтобы там продавались. И вот за последние пару месяцев один, там у меня есть такой торт, как этот Red Velvet или красный вельвет. Вот торт купили несколько раз. Красный бархат? Да, точно, точно. Красный бархат, да. Его купили несколько раз, и я думаю, ну, зашел, надо, может, торты пофотографировать, стал ли, думаю... Главное, чтобы они для своего портфолио его не использовали. Ну, я, в принципе, это как бы и сделала, так он это, как бы... Что... Ну, в принципе, имею в виду для рекламы, для этого. Для такого, чтобы кому надо. Правда, это был мой торт... А то насмотришься. Это был мой торт, который мама мне сделала на день рождения. Мы тогда пробовали продавать какие-нибудь кондитерские изделия, и это мы делали пробный, и как раз он был на мой день рождения. я вот тоже хотела пойти учиться на кондитера. Точнее, я ходила на как-то... мастер-класс. Мне моя начальница бывшая сделала подарок. Вот. По-моему, вместе с коллегами. И... Ну, было прикольно. Мы там готовили муссовые торты. Вот. Но, не знаю, я что-то подумала, что вряд ли я смогла бы работать этим, так приготовить для друзей, как бы, для родных дома. Это, конечно, одно, на продажу постоянно это уже другое. Да, это... Ну, как бы, я понимаю, наверное, какая-то перее... Хотела сказать, едовая промышленность. Ну, производство еды, это, как бы, всегда приносит деньги, да? Даже вот сейчас была пандемия, все карантин дома, но все равно сделали еду, продавали там через эти разные доставки, все продавалось, да? И у них был бизнес и работал нормально. Но, как бы, хранение продуктов, а если не купили, ты что, сам седать будешь, блин, да? Представляешь, да, как бы, куча еды, и ее надо все время куда-то девать, да? Ну, вообще, да, я смотрела, что, типа, если готовить, тоже у девочки одна наблюдала, там, это надо отдельный холодильник покупать, лучше еще камеру морозильную, которая моментально заморозки, ну, если муссовый, например, готовить, ну, там как бы надо вкладываться так нехило в это, если уж заниматься, то заниматься, ну, в общем, я выбрала рисование. А, вот один из вопросов, который тоже я писала, это, как ты пришла к искусству? Как я из него вышла? А, ты из него выходила? Ну, в общем-то, мне нравилось рисовать с детства все время, типа, на полях тетради и все такое, но мне не с кем было консультироваться о том, как можно вообще этим заниматься там профессионально, то есть, не знаю, ну, у меня никто из близких с этим не связан, из друзей, знакомых тоже, ну, теперь уже есть, вот, но раньше не был, поэтому, как бы я, первое, наверное, это мне друг подарил акварель «Белые ночи», вот, но, поскольку у меня навык был такой слабенький довольно, то рисовать ей, ну, на дешевой акварельной бумаге не очень зашло, потому что цвета получались блеклые, не выходило никаких красивых потеков, ну, то есть, я вообще тогда не знала, что они, собственно, должны быть, потому что их и не было. Вот, и как-то я так приуныла, решила, может, у меня там руки не с того места растут. У нас с мамой такая же вещь была, когда мы решили поискать бумагу и попробовать некоторые, чтобы мне начать делать уроки акварелью, потому что бумага была дешевая, и дешевая, и краски, только под дешевые искрёмные краски и дешевую искрёмную бумагу. Решили нарисовать какие-то ёлочки в тумане там. по-моему, эти ёлочки ни у неё, ни у меня не получилось. Я говорю, чеснок там, как бы, как говорится, надо было сделать. Ну да, реально, там сложно, чтобы не получилось. А это не получилось. Я говорю, я эти ёлочки трогать не буду, не буду я эти ёлочки делать. Ну, вот, и мы поняли, что бумага должна быть немного качественная хотя бы. Угу. Ну, и краски тоже хотя бы немного качественные. И дальше? Ну, меня удивляет, когда, вот, типа, не знаю, начинающие художники, начинающие, ладно, как бы, продолжающие, которые забыли, говорят, что вот, да нормальный художник там, типа, может нарисовать, простите, помягче выразить. Ну, в общем, чем угодно. Ну, да, я поняла. Но, по сути, хороший художник-то может, у которого там практика какая-то неимоверная, не знаю, пол его жизни, да? И, но прежде, чем он придет к такому уровню, когда он поймет, что он действительно может, мне кажется, во многом еще психологический фактор влияет. Вот, он забросит это все и больше не будет этим заниматься. Поэтому, как бы, действительно, материал он очень сильно влияет. И зря так люди раскидываются с такими словами. Ну, да, это да. Ну, типа фразы, как это, дурному танцору и ноги мешают. Да, плохому танцору, не дурному, а плохому. Но, как бы, да, я тебе говорила, я тебя перебила, ты говорила, что ты попробовала и решила забросить это. Угу. Потом, значит, появился Инстаграм. Я не знаю, в какой он именно момент появился, потому что ВКонтакте я как-то смотрела, меня там особо ничего не вдохновляло, и все какие-то были злые, как собаки. Вот, тоже мне не хотелось погружаться в эту агрессивную среду. Вот, поэтому я так что-то в стол рисовала, типа там аниме какие-нибудь, может быть, карандашами немного, ну, копируя там диджитал рисунки чьи-то. Вот, ну, вроде как мне это нравилось, доставляло удовольствие, на этом все и заканчивалось, никуда ничего не выкладывало, естественно, чтобы не получить агрессию в ответ. вот, а потом, потом появился инстаграм, и всякие вот эти как раз марафоны, и до этого я еще попробовала акрил, был популярен, поп-арт одно время, вот, и я решила влиться в волну, думаю, ну, мне нравится рисовать, типа, что я буду терять время, другие там, да, рисуют, как бы, есть даже те, кто порядком хуже меня, вот, и, как бы, я думаю, что я сижу, вот, и первое, это, что я решила сделать, предложила на работе, я ассистентом в юрдепартаменте работала, вот, предложила им нарисовать с мужчином в подарок на 23 февраля их портреты в стиле поп-арт. вот, ну, и как бы мою идею поддержали, я купила свою первую акварель, она оказалась, ой, акварель, господи, первый акрил, он оказался отвратительным, вот, и мне пришлось идти покупать другой, вот, потому что, ну, акрил, он же плотный, по идее, должен ложиться, а там прям какие-то, я не знаю, эти краски, ну, я выбирала что подешевле, естественно, они оказались, ну, какие-то, не знаю, либо это брак, либо просто плохие, они, в общем, положились как акварель, я считаю, нормально для акрила, да, прям вот совсем прозрачные, то есть, да, бывают акрилопрозрачные цвета, но это прям вот совсем были, в общем, я купила другие и осталась довольна, в итоге нарисовала портреты в подарок, ну, вроде всем понравилось, ну, не знаю, понятно, что всем не угодишь, но в целом многие даже не поняли, что это нарисовано вручную, думали, что это распечатано. У меня один раз тоже было так, когда, не знаю, я видела это или нет, там у меня был такой, ну, он есть у кого-то дома, на тюрьморте, где, он там называется «Красные объекты», там камера и краски, и в квадрате, так, на белом фоне, и все объекты красного цвета, там тюбики красные, камера, и кусок торта красного, красного бархата, и что-то еще там было красное, я не помню, что было еще красное, но только эта работа выставлялась на одной выставке, я слышала там один художник, который здесь такой, какой-то мастер, просто он уже в возрасте такой талантливый, да, подошел, с какой-то девочкой он был, и он подошел, так посмотрел, а это что, фотографии что ли? Ну, как всегда фотографии выставляют. Пугар. Блин, это отвлекусь от вопроса, но в продолжение твоей темы, как раз когда я была на Artlight Festival в том году, там подошел ко мне, не знаю, парень-мужчина, что-то такое, короче, с фотоаппаратом, я спрашиваю, типа, фотограф там, ну, он что-то, по-моему, первый завязал разговор, вот, но он такой, я там, типа, снимаю в стол, ну, я думаю, либо он стесняется, либо там, не знает что, но он был какой-то сторонноватый, ко мне притягивать со стороны люди, вот, и, в общем, он мне начал говорить, говорить, что, в общем, гиперреализм там был, говорит, это все фигня, короче, это не художники рисуют, это просто распечатка на холсте, и они так помазекали сверху краской, и типа выставили здесь, я говорю, понятненько, я даже не стала спорить, потому что, на каком моменте? Она сказала, что это не художники, и это они, все распечатывают на холсте. Дальше. Да, 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 и типа он сказал, что помазюкали они там просто красочкой, немного сверху фотографии, и как бы вот вам гиперреализм. Да, есть такие художники, я знаю из таких, да, но многие есть, которые рисуют и строят, и они рисуют, да, действительно. Не, ну просто я понимаю, ок, есть такие художники, ну типа на листовстве выставляться, это же, не знаю, позор, если всплывет, мне кажется. Здесь есть один художник, который это он делает в открытую, и выставляется, и это все нормально. Да? Жизнь. Да, представляю. Я уже что-то не понимаю. Я заметила, что есть немного, как бы иногда бывают люди, у которых какие-то понятия другие. Просто знаешь, здесь есть такая тема, вот я не буду как бы говорить, что здесь прям все плохо, но есть такая тематика, то, что вот разница между какой-то европейской школой и американской, наверное, школой, можно сказать, когда здесь считается, что за материал, который ты используешь для создания работы, ты можешь использовать любую вещь, то есть основная в работе это идея. Но эта мысль идет от этого, как он называется, фонтана этого душана, когда он этот писсуар поставил и подписал, он же его просто купил и подписал, и там основная эта идея, да? То есть что он сделал сам, да? Как бы купил писсуар и подписал. И поэтому как бы такие художники, которые печатают и раскрашивают по холсту, они тоже говорят, ну, здесь же идея, какая разница, или какой-то художник может нанять другого художника, нарисовать и сказать, это моя работа, потому что это моя идея. Класс. Да, это немного как бы другое мировоззрение, мы так не понимаем, да? Мы берем то, что искусство, оно тоже требует какого-то труда, что ты туда вкладываешь, что ты там руками делаешь, да, в конце концов. Детективы, которые я читала, заканчивались убийствами в такие моменты. Ну, я тоже, вот это тема концептуального искусства, которого я не очень сильно как бы сторонник. Не, ну, понятно, что если как бы у них есть аудитория, то почему бы и нет? Ты же видела, банан купили? Да. Да, да. За 200 тысяч, 230, что ли, тысяч, и, по-моему, продали два банана. Ну, просто в такие моменты, не знаю, мне кажется, может быть, агрессия у людей возникает как раз из-за того, что, типа, ты такой там мутишься, долго корячишься, что-то пытаешься выдавить из своего труда из себя. Ну, это просто, мне кажется, И тут чувак прилепил банан, и ему заплатили, а тебе нет. Да, мне кажется, это такая шутка, как бы, это более как перформанс для меня. Ну, да. Ну, да. Ну, все-таки я бы, наверное, банан не купила. Не, ну, есть ли, кстати, среди концептуального искусства я иногда не делала какие-то интересные вещи, но не могу сказать, что я фанат этого направления. Сейчас я расскажу про момент, который был с какой-то вот такой работой. Сейчас я наушники опять переподключу. Угу. Так. Вот. Ходил я, в общем, на день рождения к моей знакомой. И ей нравились не знаю, можно это назвать картинами. Ну, такие тоже вот своеобразные. Да. Работы типа художника. Вот. И в общем-то ребята скинулись на день рождения 17 тысяч рублей, чтобы купить у него вот эту вот картину. Она примерно размером, наверное, мне кажется, либо 80 на 80, либо 100 на 100 сантиметров. Вот. Состояла она из наклеенных на... По-моему, там была деревянная поверхность. Мне так показалось. комиксов распечатанных чужих старых, ну, то есть, не знаю, каких-то, наверное, не прошлого века, ну, японских, скорее всего, значит, комиксов. Черно-белые распечатки наклеены вот на эту доску. Потом, по-моему, там какие-то надписи были. Я уже не помню. И, значит, поверх всего этого был нарисован персонаж диснеевский чертик, может, знаешь? Да, мне кажется, я догадываюсь, о котором ты имеешь в виду. Вот, он его, короче, нарисовал поверх этого, и вот. Типа аквилов? Это... Ну, да. Эта картина стоила 17 тысяч. Угу. И... Ребята, мои друзья там, которые были три человека, они смотрели в этот момент в момент вручения на мое лицо. Ну, Именно на двоей. Ну, это я тоже такого плана я смотрела, работаю, да, это как бы считается даже стандартно здесь, это так работает, да. Но больше всего вот из последнего шоков в области искусства меня удивило, я как-то наткнулась на одну галерею, в которой, в принципе, у них есть одна моя работа, а они с Аргентин. И когда у них была другая галерея под другим названием, а сейчас они разъединились с другом, и у него все еще есть хранится моя работа. Я думаю, а что он занимается? Я смотрю, он какая-то арт-ферия, и я так поняла, она была онлайн, и я думаю, а что за ферия такая стала, ферия ярмарка искусства. Я просто извиняюсь, иногда говорю по привычке, потому что привыкла так здесь называть, но извиняюсь. если непонятно, ты меня спрашивай, если вдруг что-нибудь так фошерила, говорю, что-нибудь такое. И, короче говоря, я решила смотреть, ну, что есть на этой галерее, что они там выставляют, что было, и там ссылка на страницу, где работы той художницы, по-моему, которую они выставляли. Работа, значит, такого плана, где-то вот, наверное, как 30 на 40 или 30 на 20, да, тканей, которые как вот бязь, такая вот очень простая ткань, хлопковая, да, и на ней вышито красными, там, розовыми, синими нитками, вышито просто в одну линию, я так сказать, вышито слова, какие-то фразы. Маленькие эти тряпочки стоили 15 тысяч долларов, а большие 30. Плюс еще доставка тысячи долларов, представь, доставка за тряпочку тысячи долларов за маленькую и за большую полторы. Без рамки, без рамки. Я просто обалдела, я думаю, вау, вау. Что это? Просто действительно поражает, что окей, если бы они это выставляли, никто это не покупал, да, типа всего к поджанию, разошлись, ведь это покупает. Да, это покупается. Потому что у этого человека есть имя и покупают большей частью, чтобы как-то произвести впечатление на друзей. А вот у меня, кстати, картина есть этого художника, или там повесить, допустим, если ты какой-нибудь офис, повесить у себя в офисе, чтобы клиентов встречать. И вот, допустим, как у меня сумка Луис Витона, а вот у меня картина вот этого художника. Ну, как бы, то же самое тема вот этого. Блин, надо делать все имя, как Сальвата Зали. Да, это точно. Сам не постараешься, никто не постарается. Да. Поэтому, как бы, ну, я даже, я уже как бы немного так вот спокойно отношусь, но вот в этот раз как-то меня так, это я удивила, я думаю, а сколько может тряпочка стоить? Ну, я думала, сейчас скажут там две тысячи долларов. Но я вот такую цену ожидала, потому что я уже привыкла эти цены видеть на ферии, на ярмарках. И тут вдруг такая цена, я думаю, даже как-то не пандемическая, хоть бы какую-нибудь скидку сделали, не знаю. Ну, да. Есть такое. Ты цвета смешиваешь по какой-то схеме определенной или на бум? Ну, как бы, в принципе, по схеме, как бы, я смотрю, что я вижу. Мне вот здесь немного не нравится, потому что я, как бы, кисть сменила, но у меня много воды набирало, и я потом поменяла на другую, и вот здесь у меня сейчас немного получается такое вот это цветное капуста, пятно, но я думаю, сверху на бум имею в виду. Потом сделаю что-то делать, чтобы скрыть это пятно. Ну, я смотрю, какие у нее цвета я вижу. В принципе, это не так сказать, чтобы прям она вот, но так слежу, что там у нее происходит. Она меня это ведет, как гид. Гидированный визит по своему портрету. А ты? Я имела в виду, ты делаешь смеси цветов интуитивно, или как-то уже у тебя есть в голове определенная схема, что с чем надо замешать, чтобы получить. А вот я не могу сказать. Это уже как бы они и туда, и туда, это просто я, в принципе, я рисую это очень давно, да, с детства, и у меня как-то это уже так она, а я знаю, там зеленые спиадят он смешает, получается такой красивый темно-синий какой-то цвет, который для теней красиво смотрит все или там какие-то. И оно как-то, уже даже я не задумываюсь вот с этим, ну так, вот этот, если, а, ну да, вот этот мне цвет нужен туда. но при этом в этой палитре, в которой я использую сейчас больше цветов, чем, как бы, я когда-то давно рисовала, когда я маленькая была, были краски, типа, белой ночи, вот эта вот коробка, Ленинград, мне кажется, они так назывались, но она была мамина, которая осталась, и которую она купила, наверное, в 80-х годах, каких-то там, осеньсторонных, типа, и я ее использовала, типа, в 98-й, там, я не знаю, 93-й, там, 2005-й, да, там, скажем так. Потом я как-то много акварели не занималась после школы, и, ну, коробку красок была с собой. В этой коробке, короче говоря, из 24 цветов работало, наверное, не работало, наверное, цветов 8, которые были засохшие, и они как бы, ну, какие-то цвета были, не знаю, не рисуют, да, а остальные я меняла. И вот я теми, которые цвета были, ими работало, это были мои основные. Потом я узнала, что есть, оказывается, еще много других цветов. Скажем так. У тебя мама художник? Да, она художник. Доброго. Она занимаетесь сейчас этим? Да, сейчас она стала заниматься. Она на этом не занималась, и я как-то ей стала покупать материалы, чтобы, может, она вернулась. Вернулась. Ей нравится. Здорово. А она работает на заказ или для себя? Она для себя. Я клиентам посылаю. Ну, в принципе, людям очень нравится. Также она сейчас в некоторых выставках здесь. Ну, приглашали меня, я говорю, а у меня в этом мама еще есть работа, у нее смотрят, и как бы нравится, и тоже приглашаю. Классно. А я что-то не знаю, как посторонюсь всей этой сферы, я даже не представляю, как взаимодействовать с кем-то, типа, ты такой, хеллоу, у меня есть картины. Ну, вот, да, я тоже, короче говоря, я стала делать этот блог, да, но как-то я в этот момент тупила и не отвечала людям, когда они писали в чате в чате в фейсбуке. А это как-то я раз так подумала, да, ну, что я так это смотрю, какой-то художник мне написал, я так вот стала ему отвечать, и он мне говорит, а ты с какой выделей работаешь? Я говорю, я ни с какой не работаю, потому что мне не отвечают. Как это не отвечают? Вот, ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Да. А, хорошо. Ну, это, он говорит мне, а ты напиши вот в эту галерею, вот тебе имейл, напиши ему и скажи, что ты пишешь от меня. Я написала, мне через пять минут ответили. Я при этом в эту галерею писала два раза до этого. И мне, вот сейчас это твое видео, это когда вот что-то прерывалось. Так это, я тогда два раза писала, мне не отвечали, да, это как бы мне ответили, мне такая радость была, я думаю, вау, мне ответили, мне ответили, это прорыв, да, типа, ну, и как бы вот в этот момент как-то все пошло, меня туда пригласили, потом как-то там делали какую-то коллективную выставку в каком-то кафе, меня туда пригласили, потом еще какое-то... Почему в кафе меня пригласили? Я подумала, она, я тебе работу возьму, я не думала, что я буду их продавать, потому что я всегда понимаю, в кафе никто не купит, приходит кофе попить. Так нет, в этом кафе купили, при этом какая-то девушка с MTV в Бразилии, она сфотографировалась с этой работой и отметила на фото свою подругу, сказала, у тебя похоже. Они там какой-то чат устроили, типа, а это, наверное, художник, он тебя во сне видел и нарисовал. Ну, короче, поэтому портрет, мой автопортрет был похож на эту девочку. И они до сих пор подписаны, следят, я так смотрела, интересно, но они хотели эту работу купить, но она уже была куплена. Классно. А как твоя работа попала в кафе? А, ну вот тебя обратили через выставку? Нет, это вот этот вот друг, который сам мне стал писать, художник, его жена тоже художник, и они решили организовать выставку коллективную и собрать разных других художников. И он меня позвала, Юлия, у тебя есть работа, чтобы выставить? естественно, есть у меня работа, чтобы выставить. И таким образом попала. правда, как я говорю, я не думала, Подожди, выставка была в кафе? Да, выставка была в кафе, работаю... Ну, как бы это кафе было в очень туристическом районе, в таком хорошем месте. Я вот об этом как-то не подумала, я думаю, ну, чего в кафе там, блин, люди кофе придут пить. А это как бы кафе, которое рядом с таким арт... арт-сувенирным магазинчиком. И как бы оказалось, все шло. мне вот интересно просто, как вот проходят вот эти переговоры типа с владельцем кафе, что ты типа к ним заваливаешь и говоришь, ребят, мы тут хотим выставить. А, нет, в этом плане это делали вот те, которые организаторы. Чаще всего это бывают какие-нибудь кафе, которые уже делают какие-то арт-проекты, да, и у них может быть какой-то как календарь, типа на этот год у них, допустим, расписано, там будут такие-то выставки, такие-то художники, и вы говорите, а вот какой у вас там месяц есть свободный, мы подготовим какой-нибудь проект, типа вот этого, и чаще всего в кафе это здесь просто так как ты делаешь им типа декор ресторан, ну, помещение, да, ты, естественно, ничего не платишь, да, но при этом при продаже может быть процент какой-то они берут, или ты накручиваешь сверху. Здесь, по-моему, это было 30% то, что бралось от работы. Здесь стандартные, когда берут, это в галереях где-то до 40%, типа арт-дилеры работают от 25%, мне кажется, здесь. Да, то есть ты можешь либо уступку делать на свою, на цену своей работы, либо ты можешь просто накручивать этот процент сверху, чтобы, если не хочешь терять, и ты понимаешь, что, в принципе, твоя работа может дороже стоить. Интересно. Я, кстати, вот тоже давно уже хожу мимо тут кафешки одной у меня около дома и у них висят картины, как бы распечатки и вообще, типа, мне кажется, что это нарушение авторских прав, то, что у них там происходит. Вот, и я им, как бы, предложила, типа, нарисовать, ну, под них, вот, типа, в их стиле, то есть я даже предлагала не свои работы, ну, прям под них сделать, ну, не знаю, там все у них замялось. Ну, иногда бывает, знаешь, что, у меня здесь, я не пробовала просто сама идти в кафе, но у меня есть знакомый, который, типа, у него ресторан, и он мне как-то предлагал, у него прям ресторан типа в центре города, прям на главной этой плази, хотелось сказать, ну, площади. И он мне предлагал повесить там, но я говорю, знаешь, ну, у меня как-то не в тему работы, мне надо было очень много писать, просто он хотел, чтобы я нарисовала там что-то с едой большого размера, и это очень большие затраты, потому что он мне не обещает, что это действительно продастся, что он вывезет клиента и продастся 100%. Поэтому немного, как бы, когда так, можно как бы, если стоит того, сделать, да, если нет, ну, подумать как бы, интуитивно, может быть, даже. Блин, как это все напряжено. Насчет чего-насчет чего? Ну, вот это вот как, если у тебя нету, вот так сказать, куратора, или как это называется, менеджер, который тебя толкает, самому везде в это суматься. Это сложно. Ну, еще, мне кажется, может быть, знакомых заводить среди художников местных и смотреть, если делают какой-то проект, там, типа, затесываться в этот проект. А давайте я тоже поучаствую, типа, там. Слушайте, а вы не будете выставки какие-нибудь там, это коллективные, так, типа, спросить делать? Я просто не знаю, а как их найти-то, этих местных художников? Может быть, через Инстаграм начать или что-то следовать, смотреть, что делают. Раз выставка, пойти на выставку. Можно попробовать. Я тоже тогда не знала, как абсолютно там, где эти художники все скрытые, а какие-то, что они там, где... И потом как-то стало замечательно как-то так вот следить, кто что делает, кто что публикует, что где будет происходить. Сейчас, конечно, немного менее происходит что-то. В реальности здесь не было ни одного какого-то события пока с марта. Вот эти все мероприятия, где ты принимала участие, они проходили в... Ну, вот эти места, да, где выставки были, или как правильно назвать, они прилично выглядели? Ну, некоторые, да, в зависимости, понимаешь? Одна какая-то была самая... Ну, в принципе, были хорошие места, была также, вот, допустим, я бы так сказать, книжный магазин, я помню, такое интересное место. Там была именно какая-то такая тематическая, типа, сказать, книжная, и у них была большая площадка, зал посередине, он пустой, и они там поставили такие, как стенки, перегородки, на которых весели работа, ну, они такие толстые, вот, стенки верности. И вот там было порядка семнадцати-двадцати художников. Потом было что вот это то, что я тебе говорила, как такое вот, куда приглашают художников, или же через конкурс, это ночь этой арты, потом другое что-то было. Именно вот эта галерея, где я имела индивидуальную выставку, которую называлась Бруно-галерея, сейчас правда этой галереи нет, это была галерея для молодых художников. Потом вот это, ну, вот это, что я тебе рассказала, которая должна с марцией, но это как магазин арт таких объектов, и у них есть два зала, у них два здания друг напротив друга, на одной улице маленькой, и друг напротив друга два дома, такие еще опорные, раскрашенные, красивые, симпатично смотрящиеся арт-объекты дома, и в обоих есть зал, где можно проводить выставку, но мне немного условия, как я тебе сказала, не нравится, просто получается, ты складываешься дофига, при этом они еще 50%, да, я думаю, нет, все, все, спасибо. И еще были, потом есть, здесь как бы есть несколько градаций, типа либо маленькая молодая галерея, либо же это галерея, которая уже давно существует, форум, в которой я тоже участвовала в коллективных выставках, причем я первый раз там участвовала, я сразу продала, это была выставка, которая всем художникам дали деревяшку, короче, вот примерно такого же размера, как у меня сейчас, это лисба магина, и был такой кусок дерева, на котором надо было что-то свое нарисовать, то есть они купили одну доску, разрезали ее на много кусков, и каждому дали эту часть. Подожди, это надо было дома нарисовать, или? Да, надо было дома сделать, надо было дома сделать, тебе заранее давали, там у тебя был месяц, там у меня в последний момент пригласили, я где-то за неделю быстро так сделала, и вот эти вот досечки выставлялись, и причем эту досечку, которую я сделала, ее сразу, я еще шла на выставку, да, мы шли на это открытие, и мне звонит тот человек, который меня пригласил, и сказал, цена такая, да? Я говорю, да, ну все, ты продала. Серьезно? Я, главное, еще даже в зал не дожила, да? Ничего себе. Я думаю, А там, как-то где-то печаталось, да, что-то, ну вот, ваша работа. Да, да, они обычно делают, как это называется? Каталок какой-то. Типа прессу приглашают? Пресса обычно пишут в главных журналах о том, что будет выставка, что там будет такое, тематика, интервью, с каким-нибудь главным художником, допустим, средоколлективной, или там с галеристами. И также при этом я делала какое-то видео процесса этой работы, и то есть мои эти подписчики, они тоже знали то, что я была делать эту выставку, ну, и участвовать. И тоже пришли, естественно, я сейчас не помню, купил кто-то, кого я не знаю в реальности. Круто. Юль, а ты не думала поучаствовать в выставке на ArtLife Festa? Да, я подумала, я сразу подумала об этом, когда ты мне рассказала, я думаю, очень интересно, и я сразу стала искать, как это там у них производится, и нашла то, что надо было на него отправлять работы. да, 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 я тоже писала в директе, почему нужно для того, чтобы принять участие, они написали, что, ну, отправить свои работы, если, типа, куратор возьмется за вас, то... Да, если вы получите сообщение, то вы их заинтересовали, да, я это заметила, и это, и, я так посмотрела, думаю, интересно, я думаю, ладно, сейчас он пройдет, я не буду сейчас писать, потому что люди заняты, да, как бы, ну, необычно всегда так это думают. на самом деле пиши, потому что они мне, знаешь, я им писала еще, по-моему, в мае месяце, и они сказали, они сказали, что они принимают уже сейчас, до лета, на следующий год, то есть, ну, там чуть ли, ну, не знаю, может, если их заинтересуешь, они изменили свои условия, правильно? Ведь это так формально, ну, ну, я так понимаю, что сейчас они будут набирать не на 21, на 22 год. А, ну, ясно, ну, 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 я думала, я как раз вот об этом думала, просто я думаю, ладно, закончится, и я подумаю, хорошенько подумаю, что это, что такое. Там еще прикольно, что с художниками, с довольно многими, проходят вот эти всякие мастер-класси, там, то есть, они прям продвигают себя, не то, что они просто там выкинули твои картины, здесь, допустим, не видела такого подхода на выставку, которая, в принципе, то, что я говорю, по формату, похоже, это вот это, но они не делают вот этого всего, бэкграунду, там, допустим, они рамки не делают, и сам рамку делаешь, если тебе нужно рамку на работу, если не нужно, не делаешь, но здесь как бы они в оформлении очень сильно, как это презентация, все продакшн, как бы это сказать, производство, да, создание ивента, очень круто они, я так посмотрела, я еще другу показываю, говорю, слушай, здесь даже эти ярмарки искусства, которые, в принципе, весьма оплачиваемые ивенты, они так не делают, он говорит, да, это такой уровень, да, я удивилась, вау, как это, и еще бесплатно, я говорю, это бесплатно, представляешь, ну, что ты? Ну, я подумала, что я пока, наверное, со своим уровнем буду где-то там в заднице, поэтому, наверное, нет смысла пытаться, вряд ли меня выберут, все-таки надо, надо знать, что уничтожить. Пинок мне нужен под зад хороший, мотивировать. Какой-то там это мотиватор у Артемия Лебедева какая-то фраза есть, это, что-то там, типа, оставайтесь в жопе, что ли, что-то вроде этого. Слышала, не слышала? Нет, я не слышала, но идеально подходит. Я точно сейчас недосконально тебе сказала, но если ты загуглишь, там тебе выйдет, там какая-то, типа, какая, зачем вам, типа, мотиватор, доставайтесь, короче, понятно. Ты смотришь его? Не, не очень, я в принципе не так уж, мне просто эта фраза как-то давно вышла, и она как-то, ну, в принципе, я с ней согласна. А вот недавно я смотрела его интервью с этой, с Ксенией Собчак у нее на этом, как-то осторожно, Собчак, и, ну, здесь как бы вещи, которые я не согласна с ним, ну, как бы у него такая, которая в каких-то параметрах мне близка, могу сказать. Но не во всем, да, скажем так. А ты? Как к этому человеку относишься? К телефоном. Ой, я... Сейчас, момент, у меня тут небольшие технические проблемы. Я тоже проверила, что у меня там тоже. Я его подсоединила к это, к зарядке, а то, думаю, вдруг сдохнет. А если я сейчас сверну Инстаграм и разверну, то эфир все еще будет идти? А я не знаю. Вот я всегда об этом тоже думала. потому что у меня почему-то зарядка не срабатывает. Так, сейчас, момент, я немножко пропаду. Да. не понимаю, что происходит. вроде телефон заряжается, показывает, но при этом он мне периодически выкидывает типа 10%. а у тебя он до этого заряжался или нет? Да. У тебя айфон или андроид? У меня айфон. У меня старый айфон. У меня он как старый. у меня СЕ, который первого поколения. Ага. Маленький. Мне кажется, он был классный. Да, он хороший. В принципе, он хороший. Меня удивляет, что он я как бы обычно ну смотри, у меня пятерка был долго. Типа два года, наверное. Потом я купила шестой и у него у меня было типа если что-то случится, у вас есть на год гарантия. За месяц до того гарантия истекала, у него перестал вай-фай соединяться с вай-фаем. Ну вай-фай опция пропала. Ну я обратилась к ним и говорю что-то такое. Они говорят оставься на три дня и мы вам типа протестируем если все нормально мы вам дадим новый. Если действительно типа если нет больших проблем в телефоне если вы его сегодня не роняли там. Я говорю, я не роняла. Ну это и короче говоря через три дня мне сказали да мы протестируем там небольшая заработка но это как бы терпимо и то что мы вам поменяем. Дали новый телефон через год то есть бесплатно считаю. Круто. И тоже опять гарантия на один год. Но в этом случае произошло то же самое но только месяц после того как гарантия стекла. И я думаю блин. А там могло бы еще раз да не так. Но почему-то я поняла что именно у них когда покупаешь айфон шестой у них такая ошибка есть во всех. Ну да. Я тоже слышала не очень лестные отзывы. Да. И короче говоря я потом как раз перед тем как совсем он перестал работать я купила вот этот и он мне как-то достался весьма дешево. Потому что он был типа из тех телефонов которые кто-то купил но даже не открыл и вернул. Поняла да? А если я купила восстановленный? Да, я тоже я думала купить я думала купить купить восстановленный но это был короче не восстановленный а тот типа из тех которые купили но не использовали даже не открывали коробку и вернули. Ну и вот как бы он нормально работает я в принципе ему давала год он как-то уже довольно-таки долго я думаю ну ладно. У меня вот в последнее время что-то непонятное с ним происходит он короче разряжается быстро то есть я могу заряжать ну я конечно его юзаю очень ну прям короче я сижу весь день чисто в инсте в тиктоке тикток например если смотреть без перерыва сажает его в ноль особенно если снимать видео где-то за 2-1,5 часа вот у меня постоянно он на зарядке и я не знаю может из-за этого но вот сейчас мне кажется что какие-то проблемы с батареей и еще он греется ну да у меня он тоже нагревается если это вот допустим если я снапчат или тикток открываю он начинает нагреваться я чувствую что уже сильно горячий и думаю не ладно выключу это не буду напрягать сильно ладно ладно этот парень это не выдержит а то еще сейчас не я безжалостно эксплуатирую его ну да а ты а ты начала рисовать почему вот не знаю наверное я просто начала рисовать потому что ну меня мама рисовала может да мама смотрела да да возможно от этого но как бы мне как-то это нравилось да и оно как-то меня как-то расслабляло что ли типа даже мама рассказывала то что я когда маленькая была выходу на улицу и там в час погуляю вернусь и такая с расстроенным видом психованная кидаю там тетрадку альбом карандаши на пол говорю потратила зря время и сажусь рисую представила так ребенок вернулся с улицы зря время потратила все покидала пошла рисовать это интересно ну и как бы во-первых я знаю что тоже когда я была маленькая она моя мама занималась какими-то проектами как это дизайнер как дизайнер свой дизайн делала и чтобы я не мешала она мне давала лист бумаги и говорила идите вон там прессуй мне поможешь прессуй вот там и говорила что нарисовать да типа я как бы все делала думала я ей помогаю наверное я какую-то часть работы вот вот у меня такое понятие и потом как-то мне стало интереснее как бы просто этим заниматься то что у меня получалось и вот даже я помню что в детском саду спрашивали детей ты кем хочешь стать как бы меня спрашивать не надо потому что все говорили Юля художник как-то это уже было так это уже спрашивать не надо Юля художник но в принципе мне нравится как бы заниматься живописью мне нравится рисовать живопись и мне нравятся также фотографии ну я ее начала изучать для того чтобы как-то свои референсы качество более поднять но я в принципе не брала какие-то конкретные курсы да я есть такой сайт мне кажется они все еще существуют который называется как он называется creative life ну как creative life типа так точка там на английском были курсы и в том плане то что типа когда этот курс в прямом эфире ты его можешь смотреть бесплатно и при этом он будет в прямом эфире допустим 8 часов только проходить курс с перерывом но ты потом в течение суток он будет повторяться то есть еще 2 раза до утра повторить и было так там именно курсы по фотографии меня интересовали как редактируют как свет ставят как это все вообще происходит как камера настраивает вообще правильно я ее настраиваю и мне было очень интересно вот эти курсы мне помогли а так в принципе я пробами и ошибками путем прошел рисовала в школе стенгазеты да один раз было но у нас практически как-то в этой школе не делали стенгазеты или нас не просили именно но один раз я делала я помню что-то там я еще своих одноклассниц рисовала что-то такое вот я помню что я их рисовала с фотографии да меня слышно да я переключу видно тоже нормально да ты горизонтально совсем рисуешь или да совсем горизонтально ну я подставляю что-нибудь иногда стараюсь что-нибудь повыше вот сейчас вот эту вот штучку это какая-то деревяшка обрезок чтобы вода стекала или а чтобы видеть лучше а то оно когда лево оно как-то плохо видно ну не то что плохо видно а ракурс создает что это неправильно понимаем мне кажется я начинаю справлять и оно не в той перспективе получается я понимаю я кстати почему тебя спросила про то как выглядят места в которых проводятся выставки потому что мне кажется что у нас особенно если там от каких-то местных там ну не то чтобы кружков объединений не знаю вот то вот эти залы они выглядят как не знаю школьный коридор ты знаешь здесь крутые галереи они ну как бы некоторые выглядят как будто ты заходишь в какое-то подвальное помещение где пол цементный ну какой-то бетонный стены белые но свет хороший то есть ярко светло вот такие залы в принципе мне кажется нормально хотя стремно да по сути но когда ты там искусство вешаешь оно уже начинает смотреться как-то более это прилично мне не нравится когда залы темные вот это вот стремно потому что ну сразу как-то не то кстати у нас на вот этой выставке Сальвадора Дали меня удивило как-то что там красные стены во-первых были потом ну вроде была подсветка каждой картины не знаю в целом какой-то мрак царил в зале и я не знаю насколько это хорошо презентовало его работы мне кажется что что-то они перебрали кстати у тебя хорошо смотрится я вот сейчас так смотрю глаз вот это ты сделала хорошо спасибо это ну я здесь иногда вот вижу у меня парит когда освещение у них есть но они это направляют освещение на работу так как когда если ты смотришь в фаз то есть прямо то она блестит и тебе надо как-то под углом чтобы ее увидеть но при этом ты не видишь как она должна смотреться в оригинале вот я всегда думаю ну почему вы не посмотрите тот кто свет ставит что она не смотрится да ну бывает такое но это зависит от зала я вот это поняла может еще наверное от людей которые этим занимаются от людей которые этим занимаются еще есть художники кстати вот один фотограф знакомый мой он мне говорил что он всегда где бы ни выставлялся вкладывается в свет чтобы там переустановить свет чтобы его работы были хорошо показаны то есть он в это вкладывается но я как бы не буду я думаю нет значит это уже слишком сейчас я вам подожди вкладывается финансово в смысле в это да финансово то есть он закупает и там мастеров приводит чтобы инсталлировали и все сделали понимаешь да такой подход ага да у него много денег свободных ну да он как бы такой из здесь просто не знаешь как это люди которые белые и которые с деньгами вот именно перуанцы белые и вот их еще называют каким-то словом петукас и обидное слово типа считается хотя я прикол ну да я петукас вы же все считаете так ну это прикол говорю да но это считается тот перуанец белый который не заботится о тех которые бедные и ему не важно и он только себе нагребает деньги наворовывает там и такой вот ну и почему-то всех белых в эту категорию тоже относят и ну я не знаю он из этой категории или не из этой категории но он просто из того сообщества которое как из более высшей класса здесь немного классовости есть я вот это заметила именно среди того что есть элита художники типа есть художники которые более простые ну как бы я общаюсь со всеми да как бы я не делю но как бы здесь самое разное есть да ну как бы бывает тоже он как-то смотрится немного так странно мне кажется мне кажется тоже с детства такое релаксирующее состояние вызывало рисование то есть ну я могла там сесть например ну с музыкой и просто тупо не слышать пол плейлиста и такая потом а что я сейчас слушаю поэтому задумалась уплыла да удивлена тому что я еще могу аудиокниги правильно слушать потому что там-то все-таки надо вдумываться что же ты слушаешь ну да вот ну как-то так ну наверное тогда еще пыталась понять именно сам процесс как это все получается поэтому мысли тоже были направлены туда в том направлении ну да это тоже но я когда книги слушала потом уже сколько-то лет прошло я смотрю на эту работу которую я писала в тот момент когда слушала эту книгу я так смотрю на какую-нибудь часть картины и думаю а а вот в этот момент герой сделал то-то и то-то да и как бы вспоминает да-да-да типа вот как бы помню когда я писала это у меня вот об этом мысли ну то есть слышала я эту книгу ничего себе у тебя память не так уж досконально но как бы помню ну в принципе как бы в школе вот я вместо того чтобы записывать конспекты иногда просто сидела рисовала и мне как бы мне говорили именно что-то рисуешь надо записать да я запоминаю потому что я зарисовываю картинку и потом я по картинке помню ну естественно даты я какие-то запишу да выпишу а вот историю которую там рассказывают я ее помню по картинке и сам прикол когда ты когда ты уже какой-нибудь контрольная работа а ты открываешь тетрадку с картинками и по картинкам списываешь особый вид порога да да прикольно и никто же не отберет я здесь ручку расписываю интересно так сейчас какое-то у меня пятно смотрится на щеке правда хочу подтемнить эти тени и сейчас смотрится пятно хочу чтобы не смотрелось пятно ты пользовалась в школе шпаргалками в принципе да потому что я не люблю вот это когда надо какой-то тест там типа что-то сдать и вот это напряжение мне как-то напрягало всегда я лучше я напишу может быть даже какую-то только одну вещь там посмотреть да но чисто из-за напряжения потому что так я буду себя более уверенно с чувствуешь потому что если нет у меня есть план Б вот это вот но я помню один раз я была на какой-то контрольной по истории Узбекистана я не знала что будет контрольной я не знала что нужно прочитать какой-то еще параграф и мне надо было об этом отвечать на вопросы потому что она сказала так это ответил по второму параграфу мы будем делать контрольную работу я такая опаньки сели присели блин и я учебник положила себе на колени и сидела читала и перефразировала как-то по-другому эти все фразы думаю блин в принципе я все по учебнику просто списала она не заметила я целую неделю переживала целую неделю переживала просто мне там все там наверное мне поставили что-то такое я переживала мама мне страшно что случилось это ничего потом я вот так ей сказала там контрольная была я была не готова и как-то я написала ее так это наверное плохо написала короче она пошла к учительнице спросить там все ли нормально можно ли она придет пересдать а учительница говорит да что вы так переживаете все нормально ну у меня дочка тоже такая всегда переживает когда какие-то контрольные работы ну пять человек получила все нормально это вообще я просто я думала там ну что то есть плохо поставили совсем либо же она заметила потому что она иногда на меня смотрела я думаю блин и как бы там такие фразы такие очень сухие которые даже перефразировать-то сложно я думаю ну как это своими словами-то сказать я какие-то пару слов там поменяю но все по учебнику блин вот это да а то я потерплюсь удивительно ты не отличница сейчас была да я была отличницей но при этом я не сильно напрягалась понимаешь как бы я не у меня не было цели быть отличницей да ну как бы само там получалось потому что многим эти предметы я отвечала ну логически да там какие-нибудь иногда я даже отвечала она вот по истории это часто было она рассказывает какую-то новую тему я не читала естественно про это ничего и она как-то ну вот вы как думаете вот здесь там что происходит и я как-то логически ну это наверное стратегически будет вот так отвечаю она да молодец ты просто знаешь ты наверное готовилась я говорю да нет я не готовилась и она мне ну 5 за новый материал тебе 5 ну короче вот так вот оценка получила в общем тебе будет легче устные да ответы чем письменные тесты да наверное да вот ну в каких-то вариантах ну не во всех допустим я даже не знаю допустим если мне скажут стихотворение прочитать по литературе вот это было самое сложное потому что я как-то быстро говорю да у меня я наверное может быть даже заметила что я быстро говорю немного потому что мне все это всегда говорят и мне как-то сложно поэзию читать с выражением у меня мысли уже о другом начинаются если я буду с выражением читать потому что в пробелах я буду додумать о чем-то еще да а тут надо читать Юль ты можешь читать с выражением я стараюсь поэзия видимо не мое ну и читать с выражением тексты я тоже как-то наверное там литературные какие-то произведения было сложно для меня вот это как-то немного было сложно мне нравится я на самом деле тоже хотела бы так но у меня довольно медленная речь еще было сложно узбекский язык сейчас мне немного даже стыдно как это так 11 лет изучать язык и не очень повладеть им стыдно представляешь как при этом я как бы когда меня спрашивают Юля какие языки ты знаешь русский английский испанский узбекский но я не разговариваю и писать читаю плохо и как бы ну читать могу но только не сильно понимаю да все ну стыдно стыдно как бы 11 лет изучать язык отличница ну ладно я всю свою жизнь учу английский и тоже плохо все ты меня слышишь да да вернулась мне просто что-то пропало я я допустим изучаю это японский с приложением ну в принципе я в игровой форме мне просто стало интересно после того анекдота когда я не знаю ты слышала этот анекдот когда девушка с татуировкой на шее я рассказывала по-своему там реально по-другому ну так вот девушка с татуировкой на шее едет в автобусе и бабушку рядом стоит и смотрит на татуировку девушка уже так как-то ей неловко она говорит бабуль что у тебя моя татуировка смущает а бабушка говорит не-не у меня тоже татуировки есть все нормально я к этому хорошо отношусь просто я филолог лингвист по восточным языкам специалист по восточным языкам и меня интересует почему у тебя на шее написано повторно не замораживать ну да ну и вот а я я же это как бы китайский японский иероглиф часто использую особенно в этом Tokyo night и как бы может быть там тоже что-то написано не очень ну надо же знать все-таки что я там пишу ну как бы сейчас некоторые даже вот краски вот эти купила вчера смотрела потому что я цвета знаю и я так ой это я знаю вот это что написано вот это интересно но у них очень сложно у них как бы три варианта написания типа как сказать три алфавита можно сказать при этом у них алфавит они идут не по буквам у них есть гласные типа а-о-у-и там вот эти и н отдельные остальные все слогами идут типа ра-ру-ру там вот это слогами представь и они каждая с другого плана иероглифа при этом есть простые простая форма написания которая называется хирогана потом есть те же самые примерно по звучанию иероглифы но более другой формы некий-то график более квадратный такие это катакана и эти катаканы используются только для написания иностранных слов то есть там допустим имя Мария название стран и прочее там это будут написаны именно этими иероглифами еще есть иероглифы которые которые можно писать и те и те обычные слова их которые китайского китайского как бы сказать они из китайских иероглифов сделаны то есть они типа похожие очень сильно похожие или прям конкретно взятые эти называются канджи они более сложные потому что они в зависимости от контекста могут менять звучание я даже думаю вы абсолютно по-другому понимаете все просто это просто сбой в системе это другой смысл понимание читание составление звуков и самопиколонник это буква лэ у них как-то Лондон допустим рондон прикинь в упоре там иногда рэ слышится как лэ но большей части это как рэ тебя короче мотивирует любопытство да 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 это правда ты прекрасный мотиватор а у тебя какой мотиватор я не знаю я еще не поняла в целом наверное тоже но в последнее время я какая-то пассивная не знаю с чем это связано а какие-нибудь языки другие знаешь или изучаешь я пыталась всю свою жизнь выучить английский но видимо у меня недостаточно мотивации для его изучения хотя вообще-то очень многое полезное и интересное всякие видосы и прочее они на английском языке и пора боже его выучить но я не знаю не могу мой мозг отказывается мне помогло наверное смотреть фильм на английском и ну когда музыка какая-нибудь то есть стараться услышать именно слова и понять текст вот это вот ну я ну я вроде знаю немало но не знаю как-то есть некий барьер да наверное у меня у меня очень микрофiss говорить испанскому ванину я его выучила сама по себе но меня было очень сильное как-то говорить на бобо мне было проще сказать я не говорю на испанском четыре хочу ответить хотя даже я знаю как ответить но как-то в этот момент у меня какого-то типа как ступор и я думаю я не знаю что сказать это единственное чем я знаю как сказать а потом как бы должна была приехать моя мама, и я подумала, ну как бы я должна буду ее водить куда-то отвечать за человека, ну ответственность и я решила взять курсы которые были только 8 дней 8 суббот по 2 часа и когда я пришла, у них там надо сдать этот тест чтобы они поняли, какой у тебя уровень я сдала, она говорит, слушайте, а чего вы хотите? я говорю, ну как бы, знаете, я очень стесняюсь разговаривать, и мне вот именно нет уверенности в себе разговаривать. А, ну хорошо, вы тогда будете приходить, и мы с вами будем с вами разговаривать ну и вот я 8 суббот походила так причем я почему подумала что я, наверное, могу все-таки говорить на испанском, это произошло, когда я была одна мой бывший муж уехал, он был за границей, а у нас протекли трубы короче говоря, там какая-то была какая-то дырка в стене и оттуда канализация соседей и я, короче говоря, так психанула и думаю, ну вот день когда свободный я могу прорисовать, и тут такая фигня, да я такая злая была, я вышла пошла наверх, постучалась накричала на людей на испанском причем ругалась сильно, она это была женщина, которой я всегда говорила извините, она мне что-то говорит, я говорю, извините, я не говорю на испанском, а тут я прихожу и кричу, и еще на их языке, представляешь, да она просто была да, да, сейчас мы проверим извините, да, да, просто в шоке и в этот момент я поняла, что да, вообще-то я могу говорить на испанском, как интересно удивила их и себя да, да походу мне тоже нужен такой катализатор у меня было так думаю, все, теперь надо будет звать этого слесаря, чтобы он мне тут чего-то делал ну, в итоге я его вызвала, да и он там что-то делал, а я продолжала рисовать и потом думаешь, я так психанула ну, все равно, видишь, как вышло полезно вышло полезно, да и, так сказать, запоминающий ну, сейчас ты свободно говоришь? ну, в принципе, да но есть какие-то моменты, когда я не понимаю чего говорят, иногда бывает, говорят абсолютно, я слова понимаю, но они как-то немного сленгово их используют и я думаю, вот сейчас я не очень выбираюсь что вы имеете в виду, да ну, и там я обычно спрашиваю просто я поняла такую темку, что когда ты не понимаешь, лучше сказать, что я не очень понимаю вот это, ну, скажи мне и как-то сразу все начинают тебе как-то помогать и так это все нормально так типа не тупить ну, на самом деле, даже когда на одном языке разговариваешь, типа на русском не всегда друг друга понимаешь так что это нормально это нормально, да да, ну, девушка явно занимает дольше времени, чем мы планировали надо было розовенькую взять ну, ладно, тоже, тоже ничего попробовать, попробовать ну, мне нравится такой формат потому что я, по крайней мере, ни на что не отвлекаюсь потому что у меня весен там руки тянутся сами к тиктоку, инстаграму это уже вся зависимость, видимо, какая-то ну, я стала просто как бы, когда я, допустим, совет рисовать я думаю, вот я вот это сделаю мне, наверное, идет, типа, час и потом я посмотрю типа я там себе какой-нибудь час даю или там два часа, типа, там или 30 минут, типа, вот я сейчас это сделаю потом и когда ты себе так говоришь ты отключаешь то, что там что-то нужно проверить ну, еще у меня, знаете, что у меня просто в какой-то момент начало ввесить, когда мне звонят и я выключила звук и вибратор телефона то есть, когда мне звонят я именно когда, если я жду звонка, я включу но, в принципе, я все звонки практически пропускаю и это, ну, перезвониваю потом ладно, я говорю, ой, извини, я не слышала и вы меня врасплох не заставили главное, то, что я звоню ну, вот, это же такая темка ну, да, классно я так отключу все оповещения в соцсетях потому что, я не знаю, меня это дергает не, ну, у меня она на экране выходит ну, я проглядываю потом просто вот, допустим, сложная вещь, которая имейл надо проверить, допустим ну, у меня там просто много всякой фигни но иногда бывает среди этой фигни что-то может затесаться такое нужное я как-то один раз нашла очень поздно какой-то имейл я думала, ай, вот это вот было плохо стараюсь валить, как бы, число этих писем но даже фильтрами я фильтрую сразу по сто штук удаляю, но, блин, там все время 2500 или что-то вроде этого и это нереально, как бы, убрать и при этом я с вами до тысячи хотя бы да, думаю, ну ладно, каждый день можно же по сто удалить, да и все равно потом думаю, ладно, 15 дней по сто удалить и все, допустим, да, и там у тебя будет тысяча или там, ладно, 25 дней потратить, так нет, как-то, а потом уже ну ладно, фиг с ним уже, все, ладно а это именно спам какой-то приходит? какие-нибудь, да, могут быть, типа, от банка какие-нибудь вещи, там разные вещи к примеру, эти все социальные сети я отключила, чтобы не приходили на почту но там какие-то есть вещи, которые курсы какие-нибудь какая-нибудь вот такая вот ерунда но я их при этом фильтрую, да, так уже отфильтровать все этого, этого рода такого песня и, ну, от этого посылателя и нет, все равно как-то как-то остается потом уже отписываюсь все, не надо мне слать, ребята я не хочу вас видеть ну, у меня, допустим, там еще есть у меня было два имейла соединено, чтобы все из того и другого адреса приходили на один и там были также вот эти арты арты инлима, то, что я делала этот блог про искусство в лиме и там, типа, меня до сих пор приглашают потому что меня кто-то в какую-то рассылку моё письмо вставил ну, мой мейл вставил это в открытую и тот человек, те другие люди скопировали эти все имейлы, которые там были и теперь это рассылается и там, короче говоря, все время мне какие-нибудь это такое-то, там, что-нибудь, какое-нибудь мероприятие там, что-то еще сейчас, допустим, ничего не происходит но они делают онлайн там, театральная пьеса, которую можно посмотреть та-та-та-та, там, что-нибудь еще такое я уже написала, причем ребят, я блог не делаю можете меня выкинуть из этого списка, пожалуйста причем было 10 писем я думаю, что специально отвечу на все эти 10 дурацких писем чтобы выкинули меня и у меня при этом на почте стоит вещь когда я посылаю письмо я вижу, когда человек его открывает сколько раз он его откроет ну, если это один человек, ты понимаешь, что это именно он а если это много, там уже будет непонятно, кто из них ну, ладно ну, и, короче говоря они открыли все эти 10 писем но продолжают посылать я думаю, все, я их вас спамом отмечу и все, идите потом не отмажетесь мне приходят какие-то рассылки там тоже, типа, с курсами но, блин, вроде как я хочу когда-нибудь в них, там, принять участие типа не хочется их выкинуть но в то же время умораживает вот это, да, то, что слишком часто приходит такая же тема есть некоторые вещи это, как говорится чемодан без ручки нести тяжело, а выпустить жалко да ну, в принципе, это так и есть а ты покупаешь себе акварель по одному тюбику? она вообще у тебя в тюбиках или в кюветах? у меня она идет у меня сейчас есть две коробки и это были, которые в кюветах, да это одна от шминки а другая от этого Винсера и Ньютона которые их профессиональные, да но, в принципе, когда у меня заканчивается я потом покупаю тюбик и наполняю здесь я вот думаю, может быть, купить другую краску не шминки и заполнить другой посмотреть, ультрамарин в принципе он не хороший но я думаю, может быть, есть лучше ну, так вот, просто попробуй что-то а ты? у меня набор арт-креэйшн, который от Royal Talents да, они хорошие делают меня прям удивило даже на сколько меня тоже не удивили хочется попробовать, наверное, что-то еще такое из линейки профессиональных но пока дорого ну, я вот их попробовала когда я искала, которые более подходящие в цене краски, чтобы для учеников именно, чтобы были в тюбиках, чтобы можно было на разных палитрах всем, ну, чтобы не покупать каждому отдельную коробку краски и я взяла я не знаю, у вас есть такие, они японские причем тюбики такие пластиковые называются Sakura от вернее, они Koi от Sakura, по-моему не, Koi это когда они в коробочках а Sakura это когда они в тюбиках и Sakura весь марк, бренд называется у меня есть какие-то Shami, это не то? не, вроде это не те и, короче говоря, вот эти вот они, причем на рынке вообще, на мировом рынке бренд представлен брендом который от Art Creations, это Talents вот эти вот ну, они их продают, то есть они, я их купила вначале но там было немного не хватало цветов разных и я смотрю, тут есть такие еще вот эти вот Art Creations я думаю, ну-ка попробую у меня они показались в реальности намного даже лучше, чем если взять Kotman от Winsor & Newton который мне показалось, они более они не расходуются так быстро допустим, вот у Kotman ультрамарина он просто так сразу летает, да? ну да, мне кажется, что у меня вообще они целую вечность я и сестре как бы их отливала и тогда мастер-класс проводила и сама меня пользуюсь и там еще полные тюбики он такой, насыщенный, цвета яркие а вот, как бы допустим, в Kotman там тоже цвета хорошие но именно вот некоторые есть которые, допустим темно-зеленый, он как-то немного такой какой-то разбавленный ты его берешь, берешь, берешь он как-то кончается быстро и вот ультрамарин точно так же у меня было и я могу сказать, что по цене здесь, по крайней мере, Art Creation стоит дешевле, чем Kotman но качественнее, на мой взгляд, на мой взгляд, чисто Грэй! что он там, игрушку тащит? ну, сам подошел хороший, хороший не мешает тебе работать? в принципе, нет он просто подошел, чтобы было потрогать на листы не ложатся? а, я им на стол не позволяю ну, в принципе, у меня было когда один раз я писала и когда я часто за полу пишу а это я писала маслом и я положила холст горизонтально прям на пол и Ватя как-то подумал, что можно пройти по нему и прошел я говорю, Ватя, ты что сделал? ты что сделал? причем еще я камеру поставила она мне каждую, там, 30 секунд или каждую, там, 40 секунд делала фотографию и этот Ватя проходит как раз в этот момент фотография такая у меня фотография даже осталась как Ватя проходит по холсту знал, когда идти да, в добром момент забавно у тебя собачка, да? угу ну, у меня как-то домашние не разрешают ей в комнату заходить ни в одну потому что раньше у нас ковры лежали ну, она линяет сильно вот и поэтому, когда там никто не видит она иногда приходит ко мне в комнату там, если ей скучно в коридоре и такая тоже, типа главное, чтобы они не смотрели видео да, да, да а то сейчас все скроется начинает тыкаться, короче в ногу мне куда-нибудь в руку носом чтобы я ее погладила ну, да, они такие но я своим тоже не разрешаю заходить в спальню потому что они сильно волосатые и им хочется в кровати именно быть потом ты спишь и раз так просыпаешься у тебя полный рот и нос и все, да в волосах как бы не очень только из-за этого ну, они в зале здесь всегда где я работаю я на самом деле удивляюсь людям которые, типа ну, спят, например с собаками не знаю, как с катами да, да, я тоже вот потому что короче была дискуссия там с мужчиной с одним короче он говорил что у него, типа, лайка по-моему и она не линяет и я думаю ерунда какая-то у меня в деревне была лайка и она когда начинает линять это вообще ужас какой-то некоторые вот я вижу что мне кажется в основном он очень не линяет потому что думаю вот просто или вы для фотографий так убрались иногда бывает так смотрю и вот три кота я не знаю ты видела в инстаграм профайл одна девушка с Японии у нее 12 кошек и они персидские все представляешь 12 котов все волосатые такие ну, красиво, конечно но я не представляю нет но я при этом еще говорю от вуалетка когда ты все время сидишь его и убираешь с утра завечу что-то тут едет ну, проехали например да, трех часов явно мало да ощутимо мало она просто нестандартная поэтому ну, я имею ввиду не что-то то что уже делалось потому что смотришь и начинаешь так здесь так это так или не так ну, вот это у тебя классно объемно так выглядит сейчас губы как будто блеском намазаны я немного с кожей очень спасибо реальности но я имею ввиду я немного все время смотрю думаю может быть у меня кожа как-то грязная не грязная нет хорошо интересно выглядел цвет спасибо мне нравится как-то там где глаз ты уже сделала тот который из носа у меня короче проблема в рисунке когда я начинаю детализацию одного объекта еще не прорисовав другие и в итоге короче типа детализирую детализирую и мне кажется что остальное я не смогу довести до того же состояния иногда бывает да но я вот допустим если глаза я стараюсь оботрогать чтобы случайно потом второе не было с другим настроением да да это верно подмечено я поэтому кстати не люблю оставлять работу например на следующий день потому что ну вот раньше у меня как-то получалось я садилась поздно вечером рисовать ну потом где-нибудь рисовала до часу ночи потом ложилась спать а наутро ты вроде как приступаешь и как будто это уже не ты да да но я как бы я работаю естественно несколько дней делаю но я стараюсь делать какую-то вещь именно вот она уже получена она уже сделана и то есть уже как бы основная ее мысль эмоция есть и тогда она как бы не нужно будет там как-то с самого начала пытаться дойти до этого уже какого-то момента в этой части ты сейчас одной кисти все рисуешь я рисую как бы это у меня какая-то синтетическая кисть они не знаю у вас такие продаются нет это какие-то немецкие кисти пол они не сильно дорогие и как бы в принципе мне нравятся это номер 6 я считаю это вырисовал этой белкой которая от Винсера Ньютон такая которая с этим французским креплением она ничего просто я хотела что-то более упругое тебе нравится белка? в принципе ничего так но они мягкие много воды берут если надо там что-то покрыть у меня единственные белки это были в детстве но они наверное были такие самые дешевые и они так сильно линяли что что я больше не хочу белок ну вот эти вот маленькие не линяют большая она немного линяет и я думаю она так и будет продолжать это делать или все-таки это в какой-то момент потом это перестанет потому что я не знаю я как-то не могу мне вроде говорят что ну типа нормально когда там на картинах художника ну обнаруживаются волосы но меня прям это бесит мне хочется все это вытащить ты в итоге все это размазываешь там на листе полиции да у меня была какая-то тоже белка которая линяла но в принципе у меня были белки которые не сказать что все налиняли да такие ну как обычная деревянная кисточка железная железное вот это вот крепление и и написано просто белка и ничего больше не сказано даже не знаю от кого они были да и вот эти были просто нормальные я я меняю кисти в зависимости от того что я делаю но в принципе я могу делать если кисть имеет кончик я могу детали делать ну естественно не совсем большой большой громад но если есть кончик то можно и детали делать то есть не набирая сильно много сильно много воды ну я вот в основном четверкой всю картину делаю мелкие детали тоже мне кажется моя шестерка она меньше твоей четверки почему-то вполне может быть маленькая она такая маленькая потому что у меня четверка я сейчас тебе покажу я попробую как бы камере что-ли показать это четверка не знаю где это видно где я там сейчас я вот вот это четверка у меня вот это четверка а это пятерка вот это шестерка которую я сейчас держу мне кажется они все меньше у тебя да они меньше эти явно меньше мне тоже кажется они такой нестандартный какой-то размер какие-то такие но вот это вот смотри которое я рисовала до этого это два нуля представляешь вот это два нуля как так да да вот она 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 больше чем шестерка обалдеть да это они там явно перепутали ну да как-то у них такие размеры как-то не знаю по какому принципу я слышала что у рублев они делают размер от диаметра в миллиметр что ли да не знаю где-то где-то я такое читала типа если 12 то это имеется 12 диаметра может быть ну в принципе если это так то мне кажется это логично потому что ты будешь примерно знать какого должна быть размера кисти когда ты ее покупаешь я имею в виду онлайн допустим ну да а ты есть в тиктоке да постишь туда что-нибудь да я иногда публикую и это я вот думала более активно сделать но пока продумывала стратегии ну вот самое первое то что я говорю я публиковала это был трюк с карпами почему-то он как-то за первые 30 минут что ли или 40 минут он набрал 900 просмотров и у меня это удивило я думаю а потом когда я видео публиковала там рисовать это как-то не так я думаю странно ну да там немного непонятные алгоритмы еще мне кажется что он топит видео когда ты выкладываешь ну по несколько сразу да да ну мне кажется обычно везде как-то так происходит потому что у многих например замечала если в один день выкладывают например 3-5 видео то одно прям залетает а остальные все такие где-то далеко так мне надо опять переподключить наушники ой сейчас наверное на меч есть шея чтобы она как-то с шеей была так я тут я пока я думаю ты уже вернулась я сказала что я собираюсь немного шеи наметить чтобы она немного имела какие-то пятни помнишь ты выкладывала про то что есть сайт на котором ты выкладываешь свои работы на печать да и они как бы печатают не похоже по цвету там как-то разрешился этот вопрос я их не отмечала я просто подумала ладно я не буду использовать не стал страна ты решила выйти просто с этой платформы да да я ушла там есть еще одно такого же плана который называется инфринт но там как-то написано инфринт типа вот так точка ком и вот там похоже как они не заработали просто я думаю позже попробую тоже напечатать посмотреть что я там вообще что я там пытаюсь продавать а ты как делаешь оформляешь заказ себе или как или они пробник какой-то присылать ты если имеешь профайл художника то тебе идет более дешевая цена когда ты покупаешь что-либо или иметь свои работы вообще не помню и там как-то было дешевле потому что типа художнику не надо платить в том плане то что мне не надо платить я сама себе не буду платить и это как бы я попробовала меня удивило я подумала странно какое-то качество такое а это ты попробовала до того как у тебя начали заказы оформлять или уже после после но я там не очень много я в основном там продавала знаете кейсы для телефонов и наклейки для телефонов вот это вот не знаю какого оно было качество может оно было лучшее качество потому что там они требуют другого качества фотографий для этих продуктов но более крупную а для принта там я просто думала они должны делать не цифровой принт потому что вот когда цифровой лазерный принт он как бы вот так как-то идет вот такой немного странный я когда замечала потому что я когда хожу печатаю какие-нибудь для студентов для учеников своих какие-нибудь проектов которые делают то если я на А4 формате печатаю что-то у них это идет через лазерный принт и там как-то немного размытая печать а если я заказываю какие-то более большие которые больше чем А3 через этот который нарезается вот большая бумага там печать идет более четкая такая прям как бы там какой-то jet print что-ли это называется что-то вроде такого интересно а ты есть на ИТС я была но я ничего не делала потому что мне как-то показалась такая сложная система там просто что-то надо платить какие-то чтобы иметь магазин что-то платить при этом короче мне показалось сложно а он сферонисты нет я хочу зарегистрироваться открыть магазин если разобраться я думаю потому что много есть людей которые этим занимаются но так как мы пробовали еще моя мама тоже пыталась там сделать и я ей тоже немного помогала но мы как-то поняли что нам будет немного это накладно тем что тут надо делать разрешение которое как-то требует какого-то долгого времени чтобы его сделать чтобы отправить оригинальную работу отсюда и там как бы на этом эти лицы там требуют именно какие-то сроки указывать сколько будет занимать время чтобы доставка и вот это но я просто понимаю что может быть из другой части мира это будет более проще делать потому что они здесь только как-то ввели не так давно вот эти вот вещи то что нужно делать разрешение на то что ты посылаешь оригинальную работу до этого было оригинал и можно было посылать без разрешения только разрешение это именно на этом сайте или не-не-не здесь в Перу здесь в Перу а у нас вроде тоже такая тема да-да у вас такая тема но у вас по-моему быстро делается в один день потому что я помню когда я выучала из России, я делала разрешение, и там они просто прям сразу сделали его. Не знаю, сейчас, да? Ребята говорили, что около недели. Ну, может быть, сейчас поменялось, да, допустим? Хотя я не буду утверждать. Здесь просто как бы я спросила, а как это делается? Ну, это стоит дешево просто. Там надо все время звонить им, говорить, ну, что сделано, что сделано, да, я подумала, да, вот это прикол, конечно. А другу спросила, слушай, а как ты посылаешь работу, за границей? Он говорит, так я их оформляю не как живопись готовая, я их оформляю как набросок к работе. Я говорю, если открою, то посмотрю, что уже готово. Ну, я скажу, что это набросок такой. Ну, а что, в наше время были туалетом, на котором там наклейки лепят, простите, может быть, все. Ну, я думаю, не, ну, так я как бы не хочу, потому что как-то все-таки клиент там, да, посылать и все такое, но я поэтому думаю, не знаю, пока мне показалось сложно вся эта система, я подумала, как-то я не чувствую, как это сделать. но вижу, что есть многие люди, которые очень хорошо это продвигают, разрабатывают свои аккаунты, публикуют что-то, продают. коллега говорил, что там важно, чтобы был заменяемый материал, то есть, например, у тебя купили картину, и ты должен тут же там опубликовать новую, чтобы шло какое-то движение. Вот, а я просто подумала, что у меня даже так чисто для портфолио пока мало работ, которые можно выставить на продажу, вот, так что, наверное, надо сперва чего-то набить. Ну, я как бы пробовала тогда, ну, что-то мне, я просто не особо поняла, там, какой-то член, как членский взнос, если у тебя больше, или если у тебя сколько-то работа, там, какую-то оплату, вот, с этим немного как-то не особо поняла, и подумала, ладно, давайте, ребят, я что-то пока, я еще ничего не продаю, да, чтобы платить. Как вот бывает, есть такие люди, которые говорят, знаете, я вам заплачу, когда вы продаете меня, потом я вам заплачу, вот, я, наверное, из тех людей, поэтому я подумала, ребят, я не поняла. Сейчас, кстати, много всяких курсов там по ИТИ. А, да, я не сделала, как вот я Инстаграм там, а, или ты его публиковала, и я посмотрела девушку эту. Я подумала, вау, девушка реальности поняла эту вещь, мне не зашло, мне не зашло. Не, ну я не говорю, что она плохая, я вижу, что люди делают, думаю, для меня это какая-то высшая математика, или, я не знаю, или китайский язык, наверное. Нет, японский же ты освоила. Да, японский. Я чувствую, что у меня оранжевый цвет, но вообще, по сути, было более ярко так делать. Мне как-то, наверное, оно сперва было так непривычно, что надо кожу такую яркую, и сейчас я чувствую, что надо добавить. Мне кажется, это вообще твоя цветовая палитра, нет, на этом рисунке? Ну, в принципе, тогда есть что-то, ну, как-то начать. Ну, по последнему, да, можно там просто яркие у меня были, да, работы. Потом, я помню, у меня, как бы, вот, 2016 год, нет, 2014 год, когда я вот делала первую выступку здесь, и оно у меня было более такое, все красное, красно-бело-черное такое цвета. Потом как-то были более серые почему-то работы. Я еще сама даже вот недавно смотрела, думаю, странно, как-то вроде есть красные в них, но они как-то общей гаммой, смотрятся как-то немного серовато. Потом, когда где-то, можно сказать, сюда вот в эту квартиру переехали, я каких-то стала работать, делать вот именно, как вот эти вот токийские ночи, и они такие... Да, они прям вообще яркие, сочные, классные. И я думаю, да, как-то от смены места пребывания, что ли, я не знаю, настроение. Да, настроение, наверное. А вот когда карантин, я вообще краски нарисовала такие, да, просто яркие. Я сама думаю, психанула, что ли, или что я думала? Как-то так, карантин мне ярко пошел. Я иногда думаю, наверное, может быть, еще это от того, что я немного была уставшая в этот момент, потому что я давала уроки очень часто, да, ну, у меня как бы два раза в неделю, и один день был полностью, там, три раза урок, да, то есть три оборота по три часа. И как-то я помню в тот момент, прямо перед карантином, я думала, блин, я так хочу, чтобы не надо было уроки давать. Я устала. И тут как раз, как-то раз и карантин. И я так, о, как можно отдохнуть, да? Я в первый момент вообще ничего не хотела делать, а мне люди пишут, Юля, давайте онлайн-уроки сделаем. Думаю, ребят, я вас никого не хочу видеть, пожалуйста, не скажу. Я ничего, я такого, естественно, не писала, не говорила, но подумала, да, подумала. А в принципе, как бы, не, я буду продолжать какие-то уроки, ну, более, наверное, скорее, как воркшоп-формате, чем постоянные уроки, когда к тебе приходят и делают свои проекты. Просто мне будет более для себя интереснее что-то объяснять, чем просто контролировать процесс, потому что в итоге я ничего не делаю, я просто хожу на выворье. Вот здесь, вот, а, да, хорошо, да, да, вот здесь это... И, в принципе, три часа проходит так, и хорошо, если там побольше человек, тогда я к одному подойду, к другому подойду. Если это не так много человек, то я просто ищу чем себя занять. Когда уже показала, и я смотрю, они работают сами, да? Блин, это здорово, а я, наоборот, что-то боялась. Я же хотела в студию устроиться, типа, преподавателям. Мне сказали, что там, ну, в общем, маслом, хотя потом я договорилась на акварель, может быть, типа, учеников 5-7, которые будут писать все разную тему. И я вот думаю, типа, я же не смогу так разорваться. Ну, да, это немного в первый момент кажется сложно, потому что я помню, я первый раз у меня была пара, парень с девушкой, которые, они как-то себе, видимо, решили подарок перед свадьбой сделать, походить на уроки живописи. Интересный подарок. И, да, они первым решили рисовать разные. Он рисовал что-то, какую-то сценку из Геймсов, эти, Игра престолов, а она рисовала карнавал какой-то венецианский. И я первый урок, я просто ему говорю, так, это так, тут же ей, тут же, или так, бегала от одного к другому, да. Но, в принципе, когда первое занятие проходит, ты уже начинаешь как бы понимать, а, это вот так, вот так, вот так, и, в принципе, начинается как-то это время появляться, то, что мне нужно что-то еще много говорить, да. Человек уже понимает, что нужно делать. Это когда, ну, один и тот же человек тебе постоянно ходит, или, в принципе, такое, с опытом приходит? Ну, в принципе, возможно, с опытом тоже можно прийти, то, что ты уже там как бы сказал, так, все делаем, начинаем, допустим, типа, сказали, вы говорили, начинаем со светлого, самые светлые, находим самые светлые места в работе, и начинаем с этого момента, с этих моментов. У каждого своя работа, но у каждого есть эта тема, да. И, наверное, вот можно как-то их всех вместе, да, так это? Я просто не знаю, я как-то вот напрягаюсь с того, что, чтобы преподавать, надо там до хрена знать. Ну, типа, так же можно бесконечно учиться, правильно, все равно. Да, да. Есть люди, у кого уровень, ну, ниже моего, и, типа, им же как раз нужны такие подсказки, которым я научилась. Ну, да, и не без этого, кстати. Я тебе могу для мотивации потом послать преподавателей, которых я знаю, которые явно знают меньше, чем ты, чтобы тебя смотивировать. Смотри, этот человек имеет сотни этих учеников. Я просто смотрю, офигеваю, и все, и сижу. Ну, бывает, да, бывает тоже. Вот. Ну, даже не знаю, мне кажется, что вот они обязательно должны там, типа, достигнуть моего уровня там в первого занятия, хотя я, конечно, понимаю, что это все бред. Но, блин. Да, нереально. Ну, как бы, я первое занятие делала для человека, который меня долго просил, Юля, ты будешь делать уроки, Юля, ты будешь делать уроки. И было две девочки такие, я одной сказала, ну, давай, хорошо, приходи, будет урок. Я реальности, ну, я на акварель хотела, а я не знала, в принципе, чего надо делать. Ну, толком не знала, но я думала, ладно, на термортик прессуем. Прессовали апельсины, что ли, или мандарины, что-то такое было. И я говорю, ты будешь делать, просто смотри то, что я делаю, и повторяйся. Я буду тебе говорить, что я делаю, и мы будем повторять. Ну, вот так, ну, как бы, за два часа был урок, мы сделали не так сильно много. Даже меньше, чем мы с тобой. Но у нее были краски очень, я не знаю, у вас продают в Faber-Castell краски такие для детей, круглые. Я их, кстати, хочу попробовать сделать в видео, они и рисовать профессиональными, и рисовать этими деграгантными красками, скажем так. Но она просто купила такие краски, я ей сказала, ну, да. Ну, я ей давала свои использовать, я говорю, смотри, вот здесь разница, потому что эти очень прозрачные, здесь они вот это не так ложатся, там, я стала их объяснять. А к тебе ученики приходят со своими материалами, или ты им все-таки даешь ее? До этого у меня были уроки как бы и со своими, и с моими, да. Но потом, как бы, когда я в прошлом году решила сделать такое, очень сильно надавить на массу, масса вот такая, чтобы иметь, они здесь немного ленивые, и покупать не будут сами, если ты не скажешь, что это свои принесите, они еще не принесут, там это. Ну, и, короче говоря, я стала урок с материалами, материалами, которые включаются в стоимость. Ну, то есть ты просто стоимость подняла, да? Да, ну, в принципе, я там не так сильно ее подняла, она была примерно похожа на ту, которую я делала до этого, она просто все равно, ладно, она была, типа, стандартной ценой на рынке, да. Ну, сейчас я, я сейчас просто решила переделать весь, чем в основном занимаюсь, этот момент времени, помимо того, что рисую когда-то что-нибудь, я снимаю уроки, именно первую часть вот эти вот, из-за чего того, что, знаешь, я их давала, наверное, больше ста раз, у меня уже как-то очень так это туго идет, немного, я просто хочу оснять, чтобы больше этого не делать, потому что если мне скажут, а можно, я вот хотела базовую акварель, на начальную, я сказала, вот там возьми, и там четко все, да? Типа онлайн-урок, да, сделать? Угу, угу. Я вот снимаю, как бы, именно по 10 минут, там, типа, упражнение такое-то, упражнение такое-то, объяснение материалов, такое-то. Да, ты здесь? Ага. Ну, наверное, так, оставим тогда. Ну, короче, то, что я говорила, то, что я планирую просто в онлайн-формате сделать эти видео, базовые акварели. Угу. Мне нравится, как у тебя смотрится тоже. И мне нравится, как у тебя. У тебя она такая, не знаю, мне кажется, как из комиксов. Прикольно. Да, я не знаю, я все-таки на свой вкус немного вижу, надо оранжевый сделать, более такой богатый, ну, как это сказать, насыщенный. Хотя она в акварели, для акварели смотрится акварельной. Угу. Ты как хочешь, дорисовать в какой-нибудь другой день вместе или самостоятельно? Ты как предпочитаешь? Если хочешь, можно как-нибудь или вместе. Ну, давай поговорим, решим. Или ты хочешь еще сейчас? Нет, можно вписаться. Может подумать, просто, ну, в принципе, если хочешь, в воскресенье, допустим, да, но более-менее такой свободный день. Я не знаю, у тебя тут. Так, воскресенье. Давай мы тогда с тобой спишемся. Спишемся, лучше спишемся. Или можно решить, можно, если нет, то можно доделать так и запостить. Это просто. Красис, кто-то говорит Келинду, это значит красиво. Угу. Так. Угу. Тогда решим письменно. Да, тогда письменно решим. Было приятно пообщаться, мне понравилось с тобой рисовать. Мне тоже взаимно. Так, легко с тобой беседовать. Спасибо. С тобой тоже, кстати, легко беседовать, так это, хоть мы и, в принципе, не знакомы, мы просто переписывались, да, но было так как-то, как будто мы давно общаемся. Есть такое. Да. Ну, ладно, тогда... Спасибо тебе за эфир. Тебе тоже спасибо за эфир и добрый вечер, ночер. Да, ночер. Спасибо. Спасибо. Всем привет, и там, родственникам, собачке. Ага. Аналогично. Да, спасибо, давай. Целую тогда. Угу. Пока. И всем остальным спасибо тоже. Да, всем спасибо за эфир. Кто с нами был, рисовал, спасибо. Смотрю. Пока-пока. Да. Давайте. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...